А сейчас слово представляете Егошину Игореву Васильевичу. Дорогие товарищи, мы настойчиво и упорно на все заседания Российского комитета рабочих приглашаем представителей профсоюза докеров Ленинграда. Почему? Вы, наверное, сейчас все на этом выступлении, на этом примере убедились, как люди работают в профсоюзе и как профсоюз работает с администрацией порта. Они занимаются этими делами уже давно, значит, уже, значит, наломали много всего, все у них было. Но вот сейчас они очень грамотные и очень вот доходчиво нам вот объясняли все. На Красном Сормове у нас, конечно, картина совершенно другая. И это несмотря на то, что у нас профиль производства другой. Дело не в этом. Немного истории. На заседаниях Городского совета рабочих и Заводского совета все чаще возникал вопрос о колтоговорах. К этому были причины. Шло обсуждение нового трудового кодекса в Госдуме. Проекты там были не один. Значит, и как там дела кончились бы, мы тогда еще не знали. Дальше. Нас захлестывал вал буквально сверхурочных работ, которые проводились в нарушении всяких правил и внутреннего распорядка, и, значит, тем более трудового законодательства. Был напечатан в газете «Народная правда» и в брошюре колтоговор Докера. Мы его, значит, читали, изучали немножко, активисты рабочего движения. И не секрет, да это естественно. Мы хотели взять из него лучшее и перенести в свой колтоговор. На заводе дело шло к работе комиссии по новому колтоговору. Впервые в комиссию попал и я. Я даже сейчас и не знаю, кто там меня предложил, откуда, от работников, от администрации, или было такое предложение, я не знаю. Потом они говорили, ну кто же, значит, такой умный был, что предложил Игоршину в комиссию. Он же нам работать не даст. На совете рабочих мы решили познакомиться со старым коллективным договором завода. И выяснили, что несмотря на некоторые положительные моменты колдоговора, он не соответствовал духу времени и не устраивал работников завода. В нем было много ссылок на ГЗОД. Тогда мы решили разослать по заводу анкеты. Отпечатали много анкет. Ну, приблизительный текст анкеты был такой, значит, что вы, какие вы предлагаете предложения, значит, в новый коллективный договор. Я вот собрал таких предложений со всего завода, охотно люди, значит, писали, там, пять предложений, десять, два, там, одно предложение. Значит, много было. Ну, где-то, я сейчас даже засчитать, не помню, двести, триста предложений. Они были все систематизированы, и я их, как член комиссии, значит, все время передавал в комиссию. Они, мы уже о комиссии работало, о предложении приходили. Разные, совершенно разные предложения. Но они были, это люди писали, заинтересованные, там, сохранение турбазы, сохранение, там, значит, спорткомплекса нашего, сохранение пионерских лагерей, значит, домокультуры, профилактория, значит, люди, может быть, и понимали, что некоторые вопросы, может быть, и невыполнимы. Если уже администрация, там, решила продать профилакторию, то вроде бы уж. Но писали, тем не менее писали. Писали, предложение я передавал, но комиссия, значит, ну, совершенно не просто так вот сказать, что не предложение, оно отвергалось. Или говорили, что это в ГЗОТе прописано. И даже юрист Гусева, вот, Света Олеговна, она поддерживала там администрацию в этих отношениях, говорил, ну, Дмитрий Васильевич, а чего вы, это же в ГЗОТе написано. Я говорил, что убеждал людей, членов комиссии, колдоговор мы принимаем на три года, а ГЗОТ может изменить вот за два, за три месяца. Ну, если мы не запишем, вот, значит, в колдоговор, а завтра изменится, значит, ГЗОТ, на что вы, на какую статью вы, значит, это, ссылаетесь, то все, значит, разве можно так поступать? Но я был в этой комиссии один рабочий, и я, конечно, ничего абсолютного сделать там не мог. Я, конечно, там не ругался, хотя я это умею делать, но настойчиво все-таки я добивался. Некоторые предложения прошли, обсуждали много предложений, некоторые прошли, некоторые даже попали, значит, в новый колдоговор. И вот тогда, значит, когда мы поняли, что, значит, таким способом, вот, подачей таких предложений, значит, в комиссию, которая стоит на стороне, по сути дела, администрации, сделать ничего невозможно. Мы будем посылать туда, значит, но толку было мало. Тогда мы решили, что сделать? Разработать свой коллективный договор, свой новый коллективный договор для завода Красная Сорумова, проект, значит, я должен вам сказать, у нас нет такого Федотова, как у докеров Ленинграда. Нет, вот он. У нас нет такого Федотова. Поэтому мы пошли по пути, значит, организации инициативной группы из цеха у нас один, где я работаю. Значит, у нее вошли те люди, которые, ну, то есть, пригласили их, вот, я их пригласил, которые вот здесь, в этой аудитории, чаще всего бывали на заседаниях, значит, и Российского комитета рабочих, и Совета рабочих города, и Совета рабочих заводов. То есть, они были в курсе тех предложений, тех вопросов, которые мы здесь поднимали. Поэтому и сложилась такая вот группа. Курганова, наладчица, оператор ЧПУ, Денисычева, токарь, ну, и я, вот, Игошин, токарь-расточник этого цеха. И вот я объяснил, почему вот эти люди вошли в эту инициативную группу. Мы не запредали велосипеды. С нуля ничего, конечно, не сделаешь. Это откровенно. Там, значит, вот, говорят сейчас, после того, как вот мы уже сделали полдоговор, говорят, да вот, что-то вот написали туда-сюда. Вот она сидит там на стуле, значит, целый день. И я уверен, вот, да, есть, значит, задание написать за год, колдоговор, хороший. А они напишут ни за что. А мы на станке работаем. На станке, от станка рабочих. Поэтому мы взяли за основу лучшее, что сделано в России в этой области. То есть, а в основном коллективный договор докеров Ленинграда. Многое мы взяли, собственно, из своего, старого, заводского коллективного договора. Что там было хорошего? Что было хорошее? Почему не взять? Мы обратились за помощью. Мы знали, что сами мы, конечно, не сварганим такой коллективный договор. Потому что опыта у нас не было. И что тут особенного? Ну, не делали мы никогда этого. Мы пригласили нашего консультанта, доктора экономических наук, Золотова профессора, значит, чтобы он нам помог. И вот того же Федотова, значит. Вот они нам помогали. Сейчас некоторые товарищи говорят, вот там вот вы, там вы, что там так называют, инициативная группа, там вот эти делали, или это делали, там кто-то за вас делал. А у нас в брошюре, там на первой странице и написано, кто нам помогал. Мы что, скрывали, что ли, от кого? Ничего мы не скрывали. Повторюсь, на хорошей основе, с помощью специалистов, рабочие могут разработать коллективный договор для своего предприятия. Но разработать хороший проект это полдела. Дальнейшее предстоит в дальнейшем упорная борьба за его принятие на комиссии. И то тогда, когда правком благосклонно относится к проекту, оценил его. Конкретно в нашем случае правком не только не стал заниматься проектом нашим, но принял его буквально в штыки. Причин к тому немало. Причин к тому немало, я говорю. Потому что наш правком и наша администрация они привыкли к тому, что, значит, возьмут старый полдоговор, перепишут, сядут, никаких проблем, вынесут, значит, хорошо, если будут обсуждать, раньше обсуждали, в цехах. А то и в цехах не будут обсуждать, вынесут на конференцию, проголосуют, и все, значит, хорошо. я глубоко убежден, что в разработке проекта колдоговора должен участвовать каждый член профсоюза, каждый работник, и не только должен, но и обязан, а не только завком, и иже с ними. Иначе никакого действенного коллективного договора не получится. Об этом, кстати, говорил на съезде российского профсоюза докеров председатель портового комитета Моисеевенко. Вот что он сказал. Профорганизации должны быть полноценно задействованы уже в процессе составления проектов колдоговоров, то есть еще на этапе предшествующему официальному проведению коллективных переговоров. Я должен сказать откровенно, значит, вот с нашим новым проектом колдоговора, значит, на заводе неприятная картина получилась. Что тут только не говорили, там, и телегу мы впереди, лошади ставим и так дальше, и так дальше, и так дальше. Но наш коллективный договор, проект нашего коллективного договора был и сделан для того, что именно каждый работающий, каждый работающий, каждый работник, каждый член профсоюза мог взять проект, у нас были брошюры, я всем предлагал, вот в этом зале, на семинаре председателям цеховых комитетов подойдите, возьмите, ознакомьте своих подчиненных, значит, своих товарищей с этим проектом, чтобы мы к концу года, когда будет рассматриваться, когда будет работать комиссия, рассматриваться новый коллективный договор, чтобы мы имели наработки какие-то, предложения, чтобы мы были, имели предложения, правильно Васильевич говорит, значит, пусть нелепые предложения, пусть они там какие угодные, но они вот, стопочка растет и растет и растет, потом выбрал, ну можно с чем-то идти, там на комиссию, потом, у нас вот как-то на заводе сложилась ситуация, значит, вот в комиссии, ну я так посмотрю, посмотрел на той комиссии, в которой я участвовал, ну там почти одна администрация, значит, вот, скажем, начальник отдела кадров, она кто, администрация? Администрация, она сидела вот с моей страны, что-то, я уже дело, дело дошло до того, что я говорю, ну пересядьте туда, ну там вон, ваше место, на той стороне. Так вот, я сказал, что наш проект был рассчитан на то, что наша профсоюзная организация, ее руководство поймет нас, потому что мы доходчиво всем все объяснили, что она нас поймет и начнет, даст нам возможность провести в цехах собрания, пригласить специалистов, чтобы люди, послушав там сообщения, задали вопросы, потому что вопросов полно задают, я это знаю, но мы получили не только там, значит, одобрения, не то чтобы, просто в штыки все это было принято. Но мы этой работы не прекратим, мы будем, вероятно, я так думаю, значит, стараться проводить собрания на участках, в цехах, в бригадах, где-то нам будет возможность, возможно. Потом, конечно, мы сейчас на заводе, значит, чтобы донести вот эту информацию до людей, без газеты, конечно, мы не обойдемся. Нам эти материалы нужны, значит, чтобы была газета, и в газете, чтобы эти материалы были, чтобы люди, значит, могли прочитать и ознакомиться. Нам трудно судить о том, какой получился наш проект. Жизнь растает все на свои места. Но уже сейчас ясно, что проектом заинтересовались в других городах, на заводах и просят прислать им экземпляры проекта. Даже пишут, что вот мы прочитали ваш, ознакомились с вашим там проектом, где-то хотим свой проект сделать на основе вашего проекта. Это вдохновляет, значит, мы работали не зря. На основе нашего проекта уже разрабатывают коллективные договора на ЗИЛе Шишкарев Василий Иванович, на Электромаше на нашем Кудрявцев. Почти к завершению дело идет. Значит, последние заседания остались. Они уже три месяца работают на основе нашего коллективного договора, который разработан для завода Красный Сормов. И Синков, Водоканал. Вот эти товарищи, они вот здесь, значит, они вот занимаются своими коллективными договорами, договорами на основе нашего коллективного договора. Если есть вопросы, пожалуйста. Вы говорите, будете проводить собрание, а хоть где-то прошло хоть одно собрание в поддержку вашего коллективного договора? Да, я должен сказать, я просто это упустил. Вот, когда мы получили брошюру, спасибо докерам, которые помогли нам, прям очень большое дело сделали, мы получили в руки брошюру. как только мы получили брошюру, ознакомились со всем этим делом вот там у себя на участках в цехе МС-1. И было предложено провести собрание по обсуждению вот нашего нового коллективного договора. Открыли собрание коллектива, значит, я выступил, рассказал, вкратце, что такое вот, что мы тут напридумывали, значит, вот, были там вопросы, выступлений даже и не было, вопросы были, я отвечал, поставили на голосование, проголосовали все как один, единогласно, и приняли решение обратиться к коллективам цехов, отделов, провести на заводе такие же собрания по этому коллективному договору. И если профсоюзная организация нам помогла, а может быть она помнится и поможет, ну, мы будем просто благодарны, я, например, это, никак не могу понять, может, что-то они боятся, а что боятся-то? Ну, вы помните фильм «Доживем до понедельничка»? Этот ученик написал учительнице словесности стихотворения, и он спрашивает, хорошо это или плохо? Хорошо, только вот там про дураков, значит, ну, рабочий, простой, от станка, написал, значит, проеда колдогера, хорошо это или плохо? Хорошо, я считаю хорошо, почему профсоюзная организация в лице Потаповой считает, что это плохо? Ну, если она лучше не может придумать, так соглашайся с нашим, а если придумать лучше, так мы на колени встанем, помолимся, ну, вот, не смогли лучше сделать, а вы сделали. Исключительно его и больше никого. И вот то, чем рассказывается подтверждает, что же не создадите тогда интернативный профсоюз, нормальный рабочий профсоюз, который бы мог оставить интересы работников, и тогда бы уже сами были членом комиссии по заключению полдоговора, администрация была бы обязана... Олег Васильевич, я вас понял, о чем вы говорите. Значит, такие предложения были, были. И вот в последней газете, например, Ирина Денисовича написала, что Потапова вольно или невольно подталкивает нас на создание альтернативного профсоюза. Я не раз уже выступал, вот на последней профконференции выступил, сказал, что, ну, молодежь у нас вот на участке, ну, пример, просто вопиющий. Вот, значит, здесь заместитель Потаповой, значит, Михаил Кузьмич сидит. Он занимается молодежной политикой и в полдоговоре это, значит, решил отразить. Говорит, сделай списки молодежи. На участке пять ребят молодых, токарей. Одна девочка распряг, шесть человек, спрашиваю, вы члены профсоюза? О, ужас! Нет! Дядя Дима, да нет! Я говорю, почему? А нам никто ничего не сказал. И вот я выступал и говорил, мало того, что молодежь не привлекает профсоюз. Значит, некоторые тогда у нас Булаткинский был профсоюз, некоторые ушли из этого фанапояровского, нашего, и пришли. Сейчас многие, значит, дурость делают, значит, вот, на сегодняшний день выходят из основного профсоюза, ну, не организуя никакое. Это, то есть, никуда. И как-то говорят, то, да чего он ничего не делает, этот профсоюз, что мы будем там деньги платить и все. Я говорю, ну, если вы, значит, уходите, вы подумаете, куда вы придете. Ведь без профсоюза ничего не сделают. Ну, что я сря на конференции говорил, сказал Михаил Кузьмич, что у нас на заводе осталось? Правкома нет, то есть, этого, парткома нет, партийной организации нет, комсомольской нет, совета мастеров нет, совета бригадиров нет. Чего осталось? Профсоюзной организации. Так защищайте работников. А не так, значит, в штыки. Вот здесь я представлял этот проект, ну, коллективного договора. Попросил пять минут, значит, а у меня два вопроса было. Вот, по Олегу Васильевичу, по УЖКХ, я там информацию давал, и по колдоговору. Да когда мне три минуты дала, я только сказал два слова, значит, затянулся, прокол договора, нет, вам три минуты только дали. Иди, 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 иди. Так, все? Мин Васильевич, еще вопросы? Да, Мин Васильевич, давайте все-таки, поведем все к соответствии. У нас старый коллективный гол, доллар, год, 2001, 2001, 2003 год. Подождите, поливеку не надо. Нет, поливеку не надо. Коллективный договор, в личное время, или по освобождению? Да, в этом речи не могло быть, чтобы надо. Петров Сергей Петрович, оператор станков с программным управлением, первичная профсоюзная организация проритарского завода города Ленинграда. Я с собой взял два документа по наработке нашего коллективного договора. Основополагающий документ, мы считаем, все-таки наш, коллективный договор, который действует до сих пор, и, естественно, договор, который сделан докерами морского порта. Вы понимаете, что позиция профсоюзов, которую я представляю, как Федерация независимых профсоюзов, очень простая. Нет коллективного договора, ну, и не надо. Есть, но пускай он полежит в таком виде, как он есть. Желтый, зеленый, там, 10 лет, 15 лет. Я уже здесь рассказывал о том, что цифры, которые всем известны в нашей Федерации профсоюзов в Санкт-Петербурге, это 5-8% заключенных договоров во всем, на всех промышленных предприятиях. И если в тех условиях, когда действовал Кодекс законов о труде, мы не заключали коллективные договора, и, как вы понимаете, сегодня их очень сложно заключить, и практически администрация нисколько не заинтересована в том. А если не заинтересованы профсоюзные организации, я докладываю о том, что есть у нас с профсоюзной организацией, тогда мы делаем очень просто, без, как говорится, всякого зазрения совести, берем документ наработанный, приносим его в цех, раздаем его по бригадам, они также его читали все, мы получили не много предложений, но они есть, вот такие, правильно, как говорят, вот такие бумажки, разорванные кусочки, но это есть предложение. Мы этот проект передали нашу профсоюзную организацию, председателю профсоюзного комитета, никакой комиссии, конечно, мы не будем организовывать, мы будем исходить из того, что у нас есть основополагающий документ, все-таки мы настаиваем на том, чтобы это был коллективный договор докеров, и наш коллективный договор. Мы хотим, конечно, сохранить все, что есть хорошего здесь, в нашем коллективном договоре, это и льготы по охране труда, это социальная сфера, это два конецких лагеря, и что там, в общем, библиотеки, дом культуры, спортивная площадка и так далее. Вот. Что касается, я хочу просто заканчивая подтвердить, что не заинтересована администрация не в коллективных договорах, вот Константин Асейский здесь говорил, например, о правилах внутреннего договора распорядка. Вот. После этого, то, что мы считаем, уже наработали, мы перешли к этой проблеме. Вы представляете, что сколько понадобилось, чтобы написать 5-6 листков правил внутреннего распорядка администрации нашего предприятия? Ровно 11 месяцев. Для того, чтобы разродиться вот такими положениями. Я считаю, что мы возьмем на вооружение предложение Константина, товарищ Кедотов, о том, что вот в этих правилах, нужно обязательно записать о том, что и трудовой договор, его проект должен обязательно быть согласован. Потому что, куда бы ни пришел работник, везде предлагают совершенно разное. Нам предложили вплоть до того, что если вы раскроете какую-то секретную тайну, коммерческую и так далее, то работодатель имеет право вас уволить. Но мы немножко управляем, хозяева говорим, что если она стала нас известным, если она охраняемая закон, то давайте, может быть, и напишем. Потому что я иногда рассказывал уже, я поинтересовался, зашел в нас в городе, в хорошем магазине юридическом, попросил посмотреть, сколько у нас есть законов, всяких указов по этим тайнам, коммерческим, государственным, производствам и так далее. Мне показали такую огромную книгу, черную, в которой никто не может разобраться и так далее. Я как пример это привожу. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить наших догеров и призываю всех, в том числе и каждого члена профсоюза, участвовать в разработке коллективного договора. Была такая фраза, высказанная Шмаковым, но я не знаю, как мне ее говорят, это нечетесь, но она говорилась так. Не знаю, как она ее говорила, от сердца, или не от сердца. Нет коллективного договора, нет профсоюзной организации. Спасибо. Так, выступающим будем вопросы задавать или не будем? Нет, не надо. Нет, не надо. Нет, не надо. Какой? Что вы делаете? Время. Все, время на суд. Теперь сейчас. Живи. Не, 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 нет, нет. Не надо, комкачек. Время. Париж. Перерыв. На 15 минут. Болоскорая. Да, не, не, не. Спасибо. Дорогие товарищи, сейчас у нас по повестке обсуждение принятия и заключения коллективных договоров в подготовках коллективных договоров. Но прежде чем сказать об этом, так как время не ограничено, я постараюсь все-таки ограничиться очень, коротко скажу информацию, почему практически это делать надо. Буквально после прошедшего, последовательного предыдущего заседания у нас на ЗИЛе возникла ситуация критическая. Зарплату не задерживали уже 3 месяца, некоторые рабочие не получали уже 50 дней. И на заводе возникла ситуация, когда народ уже начал бурлить физически. Как было выйти из этой ситуации? Там были обращения в суды, разные мероприятия. Но в то же время возникло предложение использовать новый экзот и написать заявление о том, что мы не приступаем к работе и этим надавить на администрацию. Индивидуально так мы делали. Наша бригада, 4 человека, однажды написала летом прошлого года, и мы целую неделю сидели, не работали. Администрация смотрела на это, ходила каждый день бригаду, заставляла работать, но не наказывала, и информацию генеральную дирекцию не передавала. И после того, как нам деньги выплатили, 7 через неделю, мы приступили к работе, а не те дни нам поставили восьмерки. И вот ситуация октябрь прошлого года, когда весь завод уже бурлил, мы предложили профсоюз СОСПРОФ, профсоюз защита, центр на АЗИЛе есть, и инициативный совет рабочих. Мы выпустили листовку, союз рабочих помог нам, мы ее распространили, в которой призвали людей написать вот такое заявление в соответствии с 142-й статьей ГЗОТО и не приступать к работе. А так как мы свободны, к работе не приступаем, выйдем в это время к проходной и потребуем выплаты зарплаты. И это и произошло 16 октября. Мы написали это в понедельник, в понедельник уже люди начали писать, администрация сполошилась, стали бегать по отделам кадров цехов, узнавать сколько написали, написали, и поэтому даже вот я знал, что ко вторнику было написано около 500 заявлений уже. В среду было больше. В среду собралось на площади человек 700. Мы провели короткомитинг, были люди, которые выступали за то, чтобы выйти, перекрыть улицу, за то, чтобы другие способы. Информировали об этом, что люди собрались, и представители, сопредседатели защиты, товарищ Шейна, его не достали, он где-то был на заседании в это время, Бабича, и проинформировали председателя соцпрофа, то есть информацию дали об этом. А народ сказал, давайте пойдем в правком. Пришли в правком, заняли весь правком, потребовали открыть зал, они не стали открывать зал, но может быть это и лучше, потому что люди рассерженные, пошли в дирекцию, зашли в фойе администрации, нас не пропускали, вышел зам, стал говорить, но прорвались, все вошли в фойе, туда дошло человек 300, и стали орать зарплату, ну кричать, скандировать, не орать, скандировать, зарплату директора. Через 5 минут спустился директор, и в течение часа он выслушивал напрямую, что думают, что говорят ему рабочие. Ему сказали, что и он прокручивает вместе с дочкой, которая в банке работает, и так далее. Он упирался, и клялся детьми, и всем, что зарплату выплатит, но в течение часа ему пришлось... его замы бегали уже, мы слышали там, что надо вызывать ОМОН, но потом, видимо, одумались все-таки, поняли, что его бить не собираются, но говорили жестко. К сожалению, товарищ депутат, не успел у нас, Олег Васильевич уже, мы решили этот вопрос. А решили, ну, митинга не получилось, а получилась вот ситуация такая, разговора напрямую рабочих с дирекцией. Чтобы выйти из этой ситуации, мы попросили у него написать заявление о том, что он будет выплачивать зарплату, сроки выплаты этой зарплаты. И на глазах у всех он это подписал. Тут же внизу мы сделали несколько копий этого заявления, а работницы сделали нам его 50 штук, и мы раздали всем, и в цехах повесили. Он поклялся, что если этот не выплатит график выплаты зарплаты, он уйдет. Мы это опубликовали в листовке, и буквально через полмесяца он стал задерживать свой даже график. Первоначально он выплатил очень большую сумму, и в октябре ЗИЛовцы получили за два месяца. Ну, потом все. Ну, может быть, и в результате этого, или начальство, хозяева посмотрели, что он действительно уже не может. В декабре директора у нас сменили. Сейчас у нас директор, вот, представитель СГАЗа, знаете, наверное, Константин Лаптев. Вот, сейчас у нас генеральный директор Константин Лаптев. Но суть, я к тому хотел сказать, что импевальные действия, даже по новому законодательству, начальство смотрит это наплевательски. Когда эти действия проводятся коллективно, совершенно другой эффект. Вот поэтому, конечно же, дальше, когда ситуация замирилась, сейчас снова задержка. Но, и начальство, и даже некоторые рабочие аргументируют, что, ну, что выступать против директора, он еще только вот сто дней не отработал даже. Поэтому он же что-то пытается сделать, и так далее. Вот. Поэтому, легальная, реальная работа, коллективная, может быть только по составлению, заключению коллективного договора. Это коллективная работа. И ее мы начали вести. Взяли для примера разработанный на Красном Сормове проект. Дело в том, что докерский проект, я и те представители, которые бывали на заседании Российского комитета, и представители Союза рабочих, мы его давно уже на заводе пропагандируем. Но один из аргументов, это сразу, что у докеров особое положение, это люди, которые на кранике, они могут задавить, и администрация вынуждена будет пойти издержек. У нас на машиностроительном заводе это не так. Некоторые говорят, что вообще хотят завод, и лучше, чем вы будете бастовать, закроем завод. Наоборот, заинтересован. То есть мы немножко и на положении. И второе, что у докеров своя специфика, у нас своя специфика. А тут мы получили, на прошлом заседании, я взял несколько копий у Егошина, проекта для машиностроительного завода. Он нам уже почти подходит. Я принес, например, председателю правкома своего цеха, Горьковой. Она прочитала, сказала, ты знаешь, я совсем согласна. Абсолютно хороший коллективный договор, только ты. Вот ее это продлить. То есть она сама на правкоме председателя завкона уже боится. Но она совсем согласна. Поэтому мы, мало того, официальный профсоюз ФНПР в феврале провел очередную конференцию. У нас был договор Зиловский, записан до 2004 года. И они просто объяснили, что вносят поправки. Приняли такое положение на решение на конференции. Но в то же время генеральный говорил, что в связи с новыми условиями надо заключать на год. То есть разные, то есть чаще менять. Поэтому вот эти вот ситуации, которые возникли на заводе, дали нам право попробовать внести свой коллективный договор. Мы взяли коллективный договор Сормовского завода, Красное Сормово, переписали название, где Красное Сормово, там Зил. Ну, какую-то специфику исправили. К сожалению для себя с завистью смотрел те пункты, где прописана защита, сохранение там лыжной базы, зоны отдыха и так далее. У нас на Зиле уже этого нет. У нас есть только один детский пионерский лагерь, юный Зиловец, и все. Стадион пока, но и то сдан в аренду, дом культуры и юный Зиловец, все. А тех вот нет. Поэтому нам пришлось это вычеркнуть. Их реально нет сегодня уже на Зиле. Ну, остальное мы прописали. Дальше мы сделали пять копий этого договора и раздали по цехам, активистам. В первую очередь, конечно, это ребята из профсоюз защиты и соцпроб. Вот вам скажу какую реакцию. Те, которые ближе к администрации, есть люди, мы отдавали инженерам-технологам, они говорили, что это проект колдоллара, который не будет выполняться даже при коммунизме. Вы столько тут прописали благ для рабочих. Другие говорили, относясь к пункту о профсоюзной деятельности. Они не понимают, что это для нормального профсоюза прописано. И они говорят, вы прописали столько поблажек для профсоюза, для его деятельности, что они именно за это раздел ухватятся, они его будут защищать, все остальные выкинут. То есть, вот такая реакция. Но в основном все большинство рабочих, которые читали его, вносили свои дополнения. не вычеркивали отсюда ничего, а наоборот дополняли конкретику. Из официального профсоюзного докера Зиловского мы взяли только название, к сожалению. И один пункт, где говорится о медсанчасти. Если в Красном Сормовском говорится о том, что это во всех предприятиях, а у нас был пункт конкретно от своей заводской медсанчасти, в колдоговере Зиловском, ее вставили. Но он получился так же, как и этот, на 36 страницах. Так вот, у нас Зиловский колдоговор, который вместе с приложениями, со всеми приложениями, он и составляет 36 страниц. К сожалению, там прописаны тарифы, льготные отпуска и так далее, и так далее. Все вот такой книжечки. К сожалению, сейчас она мне осталась показать по размеру в реальности. Вот, то есть, те приложения нам еще предстоит разрабатывать, но сегодня мы разработали сам основу варианта вот этого пункта всех, основы на этом. вносили еще пункты такие, что там о работе на высоте электриков, она не согласуется немножко об отпусках и так далее, но все пункты перечислять не буду. Дальнейшем, как мы представляем работу. Мы договорились о встрече с правкомом, что у нас есть предложение по коллективному договору. Чтобы они не отвертелись, эти товарищи, мы пригласили на это заседание, собрание, или как, встречу, и главного редактора московского автозаводца, нашей газеты. Сказали, ты член профсоюза, пожалуйста, как член профсоюза, ты тоже в этом заинтересована. пришли, ведем переговоры, ну а я член профсоюза защиты, и председатель правкома сразу говорит, это все, что, это ваши товарищи. Я говорю, нет, все это члены профсоюза автосеркомашестроения, это ваши товарищи, я только здесь один. Можешь со мной не разговаривать, но вот эти товарищи вместе с нами составили вот этот проект, мы его обработали уже в семи цехах активисты, внесли поправки, составили его вот вам, пожалуйста, теперь принимайте. Он сразу стал сказать, что у нас по-прежнему действует до 2004 года, но роспись свою поставил, то есть мы теперь имеем официально принятый коллективный договор в правкоме завода, заставили подписать и главного редактора расписаться. Они говорят, ну что, мы не будем отказываться, но будете не будете, подпись у нас есть, что мы вам передали уже разработанный рабочими коллективный договор. Теперь попытаемся его сделать массовым, вот, и Союз рабочих Москвы, и РКРП, Московская организация помогает нам, обещает около 200 экземпляров напечатать, мы его раздадим, но не профсоюзным деятелям, профком, мы им сказали, вы сами распустите, а для активистов рабочих мы раздадим, и будем пытаться подталкивать это снизу. Вот такая ситуация с коллективным составлением, она уже прошла, теперь идет, наверное, пробивание этого коллективного договора на АМАЗИЛ. Спасибо. Сколько человек, Василий Иванович, на АМАЗИЛе отбал? На АМАЗИЛе сейчас 14 тысяч, из них 2000 временных из Молдавии, и около 700 солдат. Вот такая счастлива. Скажите, задержка по зарплате какая сейчас? Опять три месяца. Три месяца? Да, сейчас в пятницу получали наконец за январь. Средняя зарплата какая? Средняя 4 500. Пола. А сколько продукции выпускаете? Десятую часть от советских времен, меньше 20 тысяч. Но это вопросы не по полдоговору, мы в перерыве поговорим. Если хотите. Слово предоставляет Скудрявцу. Представьтесь еще раз. Кудрявцев Валер Михайлович регулировщик завода электромарша. Значит, у нас работа над коллективным договором сейчас в заключительной фазе. То есть, комиссия практически закончила свою работу. Так, распечатывается проект, то, до чего договорились на комиссии. Значит, распечатывается протокол разногласий. Значит, это по моему настоянию, для того, чтобы этот протокол разногласий получить на руки, разгложить и дать в цеха рабочим, чтобы они ознакомились с теми позициями, которые по настоянию администрации выведены из первоначального проекта коллективного договора. Значит, каким образом вообще все это у нас проходило? то, что, скажу сразу, у нас был, в общем-то, неплохой коллективный договор, по сравнению, скажем, договора Красного Сормова, у нас был договор значительно лучше. Тем не менее, значит, ситуация на заводе, ситуация в стране, вот, изменение трудового законодательства просто потребовало от нас, чтобы коллективный договор был изменен в принципе. Здесь уже прозвучало, с нуля такие вещи не делаются, так, и за основу нами был взят проект коллективного договора вот Красного Сомова цеха МС-1. Но у нас специфика производства другая, поэтому пришлось очень значительно его переработать, очень значительно большие изменения, так сказать, претерпел проект. Я считаю, что некоторые вещи, которые мы ввели в свой проект, надо Красному Формулу тоже у нас взять, в частности по вредным факторам и так далее, но есть моменты общие для наших обоих предприятий, которые просто выпустили при первичной проработке. Это нормально совершенно. профсоюзные и профсоюзные организации вышло именно с этим проектом на переговоры. У нас ситуация на заводе несколько с одной стороны лучше, хуже, с другой стороны лучше, чем на Красном Сормуле. На Красном Сормуле есть элементы такой эфирии некоторой, потому что Ложарков здесь, в общем-то и коллективный договор старый, я с ним хорошо знаком, он сделал Ложаркова, что вот есть человек, который все понимает, который может решать вопросы, можно договориться и соответствующий полный договор. У нас ситуация гораздо жестче, лучше в каком плане, что у нас нет эйфории в отношении руководителей, я здесь уже докладывал, мы и директоров уже снимали, и внешних управляющих убирали, сейчас пришла очередная команда людей, которые в производстве вообще ничего не понимают в принципе, так, значит, отставные офицеры, которые на американские деньги научились американским штучкам, и пытаются это все реализовать на золотом. Конечно, у них ничего не получается, и нам вот сейчас перед коллективом стала задача защититься от этих ребят, которые я не могу сказать, что сознательно, но действуют на разрушение коллектива и на уничтожение предприятия. Это однозначно. Вот сегодня по их действиям, по их по результатам их деятельности, значит, все, что они делают, направлено именно на это. Поэтому с профсоюзным комитетом у нас конфликта не было. Значит, однозначно профсоюзная организация приняла тот проект, который сформирован на базе проекта Красная Сорнова и вышла на переговоры с администрацией. Значит, скажу честно, если бы я знал, какой кровь, где обойдется вот эта вся деятельность, я вот сейчас не уверен, что я бы за это дело взялся. Это тяжелейшая работа. Эти переговоры там за два с половиной три часа, которые мы заседали, мы выматывались полностью. Значит, но здесь есть очень важный положительный момент. Во время этих переговоров мы многое узнали и многое научились. Вот здесь Константин Васильевич уже прошелся по структуре коллективного договора. Вот когда мы делали проект, мы на этом как-то так не заострились. Вот честно скажу, ну вот вроде нас устраивает, да, нормальная структура. У администрации первый вопрос, который возник, это структура. А почему это мы вот так вот поставили, как говорят, телеку впереди лошади. То есть администрация все время вот на протяжении всех переговоров ставила перед собой одну задачу. Впихнуть ответственность в себя и повесить ответственность на вот это красной нитью шло. Значит, очень тяжело пришлось доказывать. Ну, во-первых, структуру мы отстояли. структура отстояли. Значит, последнее предложение давайте в конце заложим пункт, а нам пришло отраслевое соглашение, где последним пунктом было взаимная ответственность сторон. Вот давайте заложим такой пункт. Но потому как мы прошли уже текст полдоговора до конца, у нас в общем-то все было согласовано. Я говорю, а у нас это впереди стоит. Вот там у нас прописано ответственность. Он давайте вернемся, ну, сколько же можно? Сколько можно одно и то жевать? Мы же согласовали. Вот отбили. Вот. Значит, далее, главный лозунг, а у нас зам директор по экономике, который главный представитель администрации, сидел в той стороне, он приехал, пришел к нам на завод прямо со стажировки в Соединенных Штатах Америки. Вот он там 3-4 месяца учился, и он, значит, все свои знания нам вывалил на стол. Значит, в этих знаниях оказалось полное отсутствие знания трудового законодательства, значит, отсутствие знания по охране труда, промо-санитарии и так далее, то есть отсутствие знаний как таковое. Вот. Единственное, что он принес, так сказать, главным козырем выложил, это первое, что мы государственные предприятия, и интерес государства к нашим предприятиям только один, максимальная прибыль. Так? И второе, халява кончилась. Значит, нас это покоробило, вот, а потом мы так подумали, вообще главные халявщики, на любом предприятии, я уверен абсолютно, главные халявщики и руководители, главные, они хотят, чтобы люди остались после работы что-то наделать, чтобы вышли в субботу, просто так, в воскресенье, там, ну, как мне сказал начальник производства, уловим, хошты, пойми, форс-мажорные обстоятельства. Я говорю, а у тебя другие бывают? Я говорю, ты главный специалист по организации форс-мажора, вот по организации производства сложнее гораздо. Вот. Значит, и сейчас, ну, вот мы это обсуждали, я не помню, здесь или на заседании Совета Рабочих, самое плохое, что рабочие могут для себя сделать, это работать сверхурочным. Это наихудшее, что они для себя делают. Вот они сами себя душат таким. Вот. Значит, первое, что вот под этим лозунгом вы донесли это рабочие, что ребята, не договаривайтесь, вы ни с кем. Пусть это суд приказ, согласовый с правком, как положено, сверхурочное, оплата, все, все, что было проговорено. Все, сверхурочное перестанет нам привязывать. Очень важный момент. Это вот процессы, так сказать, работы над коллективом договора. Значит, по участию коллектива, к сожалению, вот у нас 700 человек на заводе, основных производственных рабочих 32 человека, а всего рабочих есть и по 18. Все остальное на стройке. То есть в количественном плане рабочие, конечно, далеко не лидеры. И это давлеет и над рабочими тоже. А что мы можем, что у нас 30 человек? Поэтому вот на такую активную поддержку представителей коллектива в комиссии нам рассчитывать не приходилось. Ну, в принципе, ее активной такой не было. Ссылки на то, что это мы не от себя, это предложение такого-то цеха, такого-то цеха, что важно, мы были готовы отвечать по каким-то спорным вопросам, по-серьезным, что это не мы, вот, пожалуйста, у нас есть предложение из седьмого цеха, вот из четвертого цеха, вот из десятого цеха. Это хотелки, нет, не хотелки, это людям надо. Значит, по составу комиссии, тоже очень важный момент, в комиссии представителями трудового коллектива должен быть нерабочий один человек максимум. Максимум, если их двое, вот у нас пять человек, значит, нерабочих, у нас двое из пяти. Все, они парализуют работу нашей стороны. Причем это выглядит вот как. Мы собираемся своей частью комиссии, перед тем, как идти за стол переговоров, проговариваем, договариваемся, это не уступаем, это не уступаем, здесь ищем компромисс и так далее. Значит, садимся за стол, начинается разговор, они посмотрели на зам директора по экономике, как кролики на удавах, и все. И они поплыли в другую сторону. Это один момент. Второй момент, на что я обратил внимание. Когда идет разговор об интересах рабочих, а это основная часть коллективного договора, для них это абстракция, они зачастую просто не понимают, о чем идет вещь, или считают это мелочами. Говорят, ну это можно и так решить, это можно договориться, давайте договоримся, вот сейчас, договоримся, все, чтобы каждый не ходил, вот написали, все, все работает, вот по этому договору. да ладно, то есть вот такой свал, но как только мы дошли до раздела по гарантиям профсоюзной деятельности, вот тут они прониклись, для них это не абстракция, это ихнее. Дошло до того, что председатель правтопа разглядалась прямо там и убежала. если до этого она бы мне говорила, ну что ты нервишь, да ерунда это все, вот, тут дослеж и ушла. Ну потому как, я еще раз говорю, этот вот замдиректор человек неграмотный, он закон о профсоюзах тоже не знает, да, он даже убрал пункт, где сказано, что администрация гарантирует деятельность профсоюзной организации, как там, подсадилось, я чуть-чуть, ну слово в слово прямо у вас взяли, значит, при появлении других органов там, или общественных организаций, как-то вот так вот, о, брат, Владимир Иванович, ну вообще, понимаете, о чем говорить, вот, то есть, вот базовые моменты, первое, чтобы люди знали, что за коллективный договор, значит, полностью коллективный договор, я скажу так, его даже прочитать тяжело, вот прочитать, усвоить, причем, это мне сказали люди, которые коллективным договором занимались, вот раньше они участвовали в заключении, так сказать, предыдущего коллективного договора, я им дал, вот, почитайте, значит, через 4 дня они возвращают, говорят, ты знаешь, вот, это воспринимается все равно, как некая абстракция рабочая, я давал рабочую, поэтому, рассчитывать на то, что вот вы дадите текст, и сразу получите, какие-то предложения, не надо, нет такого, не будет, не будет, вот, вот, просто просчитал, даже если ты этим занимался, у тебя ничего не отложится, когда ты начинаешь сам писать, то здесь уже что-то возникает, но самое главное, значит, что эти люди, которые познакомились с текстом, они сразу отметили позиции, которые очень важны, и предложили там что-то добавить, что-то изменить, то есть, вот такие вот вещи, и поэтому, вот, Константин Васильевич совершенно прав, работу над коллективным договором надо, начинать, не меньше, чем за полгода до начала официальных переговоров, вот тогда, тогда, во-первых, комиссия, во-первых, будет сформирован проект нормальный, во-вторых, значит, комиссия будет иметь достаточно, так сказать, доводов в пользу того или другого пункта, так, и третье, люди будут знать, о чем идет речь в коллективном договоре, это очень важно, когда люди знают, о чем идет речь, когда люди знают, за что борются комиссии, тогда и поддержка комиссии будет гарантирована, вот, три важных аспекта, и четвертый аспект, я уже сказал, чтобы в комиссии представителями трудового коллектива были максимум, один нерабочий, все остальные должны быть рабочими, значит, вот два рабочих, вот к нам никто не может претензий присоединить, мы стояли до конца, вот сколько могли, мы столько боролись, самое интересное, по поводу ФНПР, конечно, бьем мы их, бьем, но, видимо, заслуживают они того, значит, напротив, представители администрации, пять человек, из них двое, председатели цеховых комитетов, участвовали, участвовали в подготовке коллективного договора, участвовали в его обсуждении, когда мы сели за стол, такого холуйства, как они, никто не проявил, представители отдела кадров, казалось бы, это должен был, ну, самый такой вот человек, она меня поддерживала, в 80% из 100, когда она поняла смысл коллективного договора, что мы там заложили, она меня поддерживала, председатель цехового комитета сидит и говорит, Владимир Иванович, я пойду в право, я говорю, почему? А это конфликтный пункт, я говорю, давай снимем конфликт, давай вот пункт премиум, все конфликты снилось, нет, давайте уберем, понимаете, вот это вот очень важно, очень важно, и может быть здесь, ну, ладно, давайте я пойду опять уже, не туда, то есть это уже организация рабочих профсоюзов, как совершенно справедливо, здесь Олег Васильевич уже озвучил, все-таки наиболее эффективные рабочие профсоюзы. Вот, что я хотел сказать, спасибо. Слово представить, слово вот, представьтесь еще раз, так, ну, мы ее фамилию уже здесь озвучили, мой фамилию Ловко, Гал Кузьмич, замп. правкома, завод «Срасный Суров». То есть я хотел просто здесь нисколько русский, сколько и так, пояснение, коллективный договор, который был принят в 2000 году, там, как, ну, и в следующем году я снижу, как раз, сейчас у вас в разработке этого коллективного договора с 2001 по 2003 год. То есть в данный момент у нас в этом году на основании трудовоза-оснодательства нового было принято, как бы, принято в коллективный договор, который также действует по 2003 год. в настоящий момент, то есть, Дмитрий Васильевич обвиняет нас, что мы взяли в штыки отправлять, ничего такого подобного нет. Сейчас, в данный момент, когда у нас коллективный договор вот этот истечет, можно сказать, закончится и действует, мы будем принимать новый коллективный договор, который будет действовать с 2004, по 2006. естественно, все моменты, которые касаются интересов рабочих, молодежи, все эти пункты по социальным гарантиям, по оплате труда, по нормированию, все эти моменты будут учтены. И поэтому, мне кажется, не стоит лишний раз обращать внимание, что этот проект не берется внимания профсоюзным комитетом завода Красного СССР. У меня все. Михаил Кузьмич, простите, у вас есть все в кем-то. Пожалуйста. Практически. У вас в действующем коллективном договоре, в предыдущем подробном прогнозе можно было предоставить коллективный договор. Написано вот эта норма... Во имя, в котором был принят вероятно основание экзота, было принято. Да, основание экзота. То есть, получается, как вообще это предусмотрено и новым трудовым законодательством. То есть, мы или, допустим, его перепринимаем новый шоколдогр или продляем на три года. То есть, это и правильный. Но, тем не менее, у нас сейчас опять готовится комиссия, я думаю, Дмитрий Васильевич тоже в эту комиссию войдет. То есть, мы будем принимать новый трудовый или новый коллективный договор. Почему? Потому что, допустим, сейчас очень много аспектов по молодежи. У нас его нет. То есть, у нас сейчас обязательно будет раздел по молодежи. Это обязательно... Еще в данный момент мы опять же привели соответствие, потому что, вы сами знаете, там, в разделе трудозаврной платы сейчас при задержке свыше 15 дней там тоже все регулируется. То есть, мы сейчас как бы привели соответствие. Все, у нас он сейчас действует по 2003 год, для получения 2003 год. Сейчас мы, говорю, соединим комиссию, будем все эти вопросы решать в соответствии. Это просто потому, что, ведь администрация, конечно, будет против даже тех вещей, которые у вас есть в коррективном договоре действующих. Поэтому, может быть, воспользоваться вот этим переходным периодом и не заключать новый коррективный договор в соответствии с законодательством продлить действия прежнего, а переговоры проводить не заключение нового коррективного договора, а внесение изменений и дополнений в действующие. Это было бы проще. Ну, в принципе, ну, то есть, я говорю, мы на комиссии, вернее, не знаю, мы эти вопросы действительно, может быть, будем рассматривать, тем более, там, на основании, опять же, что должна быть, есть там, статья номер 8, то есть, о локальных документах, то есть, вы имеете в виду вот это, даже эти вопросы. Соответственно, все эти вопросы будем решать в рабочем порядке или создавать комиссию. То есть, вопрос сейчас открыт. Но, опять же, повторюсь, что в данный момент мы как бы изучаем вот не только тот проект, колл-доллар, который взят за основу государства, но сейчас мы берем также нефтяное и газовое промышленность, колл-доллар, то есть, сейчас мне понравился и ваш, вот сейчас вот проект, то есть, там есть пункты, которые действительно надо заострять, понимаете, то есть, потом, как бы, вы как бы сказали, оставить старый, вернее, как бы ставить, понимаете, старый может быть даже и не смысл оставлять, потому что мы его чисто условно к зонуски перевели на новый трудовой. Если была статья 33, вы сами знаете, сейчас статья номер 81, понимаете, то есть, понимаете, получилось так, то есть, смена просто статей, то есть, и, соответственно, при новом трудовом, я опять же повторюсь, где есть по оплате труда, то есть, мы тоже сейчас вот прилили соответствие, то есть, и поэтому, я считаю, что все-таки новый полдокр все-таки нужен будет, потому что там у нас очень много будет разделов, там, по молодежи, по... Сейчас у нас идет, вот, что очень печально, если вот ЗИЛ сказали, что у них сейчас социалку все отдали, у нас сейчас социалка, то есть, находится в подвешенном состоянии, потому что даже у нас случилось так, что там лыжную базу, вот, которая красная сурма, ее отдали на тендер, но Ходорев, как же губернатор, узнал о таком положении, то есть, ее стендеры сняли и хотят тоже отдать социалку, но вопрос пока в воздухе, вот в этом году также был приказ директора завода по здравительному лагерю, то есть, как бывший пионерный лагеря Волга, то есть, сейчас идет подготовка у нас, и тоже все вопрос в воздухе, не знаем, то есть, будет ли он у нас останется или нет, то есть, и поэтому в данный момент, в конце года нам нужно обязательно будет создавать комиссию, и все вопросы по социальной сфере, обязательно нужно поднимать и выносить на должный уровень. Ну да, если я правильно вас понял, раз у вас коллективный договор действует в течение 2003 года, новый коллективный договор должен действовать с 1 января 2004 года, у вас останется время на переговоры с 1 октября до 31 декабря. А законодательство больше? Да, то есть, если у вас очень мало времени останется для самих переговоров, плюс к этому, для того, чтобы к этим переговорам подготовиться, нужно проводить очень большую активную работу сейчас на цехах, там, если рабочие не будут знать об этом, вот вы сейчас выступаете, да, мы это слышим. Это очень полезная вещь, да, а работники, даже у нас, где мы проводим в обязательном порядке еженедельное собрание профсоюзное, полгруппа, и то, работники задают вопрос, а почему я об этом не знаю, и так далее. А на вашем предприятии, которое много больше порта, да, значит, там, на порядок, по численности. Это работа, как тяжело? Нет, ну, понимаете, ситуация какая. Во-первых, что сработало на плюс, все-таки, в течение, как бы, того года уже комиссия работала, был тоже, со стороны работодателей, со стороны, там, работников, то есть, была создана комиссия, где уже шло обсуждение, это во-первых. Во-вторых, во-вторых, у нас вот здесь, вот в этом же кабинете, в 24-м, по вторникам, здесь, у нас где-то сейчас насчитывается около 66 организаций, то есть, на заводе. По союзной группе. Да, по союзной организации. По союзной группе. Нет, не фон, потому что, у нас некоторые организации насчитывают, там, даже, то есть, сейчас, конечно, есть и менее 30, у нас разбили, там, специально сделали, там, менее 30, до 100, свыше 100, свыше 500, допустим. Свыше 500 у нас организаций, довольно-таки мало осталось, около 10 организаций, но, тем не менее, мы... Мало, ты сядешься, мало. Это мы считаем, что ты сядешься? Это здорово. Нет, ну, раньше, вы понимаете, то есть, у нас менее 30 вообще такого не существовало, понимаете? Понимаете? Получилось как? У нас профсоюза группы, у нас профсоюза группы, у нас профсоюза групп, там, это, конечно, и кто больше насчитывал, понимаете? Бригада по 3 человек вылядет. То есть, в данный момент ситуация какая? Каждый вторник, вот в этом кабинете, здесь собираемся, мы, каждый вторник, мы здесь собираемся. Естественно, та информация, которая идет, на всех совещаниях, на всех учебах, которые проводятся там, нашему облуду совпрофору на базе учебного центра, вся информация это доводится. Понимаете? То же самое, что здесь сейчас присутствует, взял те же документы. Естественно, я вот на этом вторнике буду до людей доводить. И то, что вы говорите, что кто-то что-то не узнает, кто что-то не услышит. Это просто исключено. Единственный момент, то есть, как здесь даже сказали, активность бывает порой недостаточная. Как бы, ребята, ну, рабочие, также и мастера, и, вот даже, и этот класс, в обед проигрывают в домино. Понимаете? Вот сейчас, у нас сейчас, получается, как бы выделение производства, если бы было там и цех, сейчас уже ООО, допустим, там производство определенное, там электродное, инструментальное производство. И в данный момент, если, допустим, раньше, в Пламине, и их вопросы интересовали, мол, там решат, там они соберутся, говорят, решат. Сейчас, допустим, я знаю, что уже когда проводится в цехах собрание, касается вопроса вот этого выделения, а там, конечно, не актуализация, то есть там внутри, а уже там выделение вообще-то, как бы, за забор, условно. И получается так, что уже активность среди рабочих и всех остальных ЭРО, со службщих, очень повысилась, потому что, то есть, их уже волнует, потому что они прекрасно понимают, что если не они, то завтра они могут остаться за забором. Понимаете? Вот такой ответ. Владимир Владимирович, правильно я вас понял, что вы, в общем, положите на теннице тот факт, что работники предложили проект? Нет, я, кстати, я, кстати, вот, когда этот проект был предложен, я тогда вам, я сказал, что проект действительно хороший, но единственный момент, что там нужно обсуждать или обсасывать, как вы сказали, каждую позицию, каждую строку, просто так огоньно сказать, что это берем, это не берем, так нельзя. Я с ним согласен, но единственный момент, я говорю, что когда, вот если комиссия создается, Дмитрий Васильевич, я думаю, будет там обязательно, так же участников этой комиссии, здесь все условия для того, чтобы принять этот проект там за основу или взять самые лучшие, потому что, я говорю, некоторые под статьи там уже изменились, потому что у нас дворец спорта, если там записан, он уже в муниципальной собственности. Потом, там некоторые моменты, вот вопрос мне там непонятный, потому что там хотят сделать там день машиностроителя, допустим, там выходным, выходным днем, а у нас есть и металлурги, кроме, допустим, там вот хотя бы там завод машиностроительный, понимаете? Нет, но то, что работаете продолжим, это хорошо. Ну, это хорошо, нет, я вполне согласен. Я сейчас говорю, что обсуждать, что не обсуждать. Нет, но просто здесь очень много нападок, в том плане, что там я являюсь, то есть, как раз, ну, представителем профсоюзной организации, мне просто и наобидно, когда, то есть, в адрес, ну, если я ее представляю, значит, в адрес мой, то есть, эти нападки. Мне, конечно, обидно, почему? Потому что, и тогда у нас на заводе, я знаю, кто знает, не знает, был господин Гулаткин, который организовал свободный профсоюз, и получалась ситуация такая, я не против любого профсоюза, будь он свободный, будь он рабочий, будь он любой там, как что, в любом направлении. Меня берет ситуация другая, что при организации, допустим, был свободный профсоюз, если бы, допустим, рабочий профсоюз оставил те же, там, пускай не те же, а другие позиции, но за рабочих, то есть, я, пожалуй, ему лично руку. Но когда, получается, среди профсоюзов перетягивание одеяла, это, конечно, мне позиции непонятные. Понимаете? Все? У меня все. Дальше Федорда, вы известный переговорщик, конечно, но здесь заседание, вы, как докладчик, в конце возьмете слово и все поясните. Пожалуйста, не раздельно. Мне было очень интересно, в том числе, но, конечно, к огромному сожалению, РПД, таких профсоюзов, в большинстве своем, так активно делать не будут. И когда, занимается, да, внимание, это очень хорошо. Слово представляется Рыбаковой и Викторовной. Знаете, я бы хотела сказать вам о проделанной своей работе. Моей задачей стояло приглашение председателях Ромкова, завода в городе Нижнего Новгорода вот на эту встречу. Поскольку вы все реально видите, что вот именно эта встреча позволяет как бы обсудить ситуацию с коллективными договорами, я думаю, что на многих заводах ситуация не лучше, чем вот то, что мы все сейчас здесь слышали и как бы то, что знает каждый о своем заводе. И поэтому я начальник отдела кадров, то есть, по большому счету, кто угодно, при том условии, что правком есть как таковой. То есть, есть даже вот и такое. Пару на паре заводов в автозаводском районе, даже вот могу сделать такое уточнение, мне ответили, знаете, вот груб, конечно, что-то позвучало, но вот был такой ответ, о чем вы вообще говорите, какие коллективные договора завод не со дня на день развалится. Были вот и такие ситуации. Ну, знаете, вот реально побил как бы рекорд, можно сказать, два ответа. Пришлите ваше приглашение факсом, будет время, обсудим. То есть, были вот такие вот моменты. И, поскольку у нас чаще всего председатель правком фото-женщины, возникал вопрос, а 5 апреля, это какой день недели? Суббота? А, суббота, нет, извините, а еще и воскресенье. То есть, опять проблема. Получается, что проблема на заводах есть, но решать ее, например, в субботу никто не хочет. Картина вот такая. Также столкнулась я с такой проблемой. Многие заводы, вернее, правкомы заводов входят в профсоюз, в большой профсоюз, то есть, они объединены каким-то единым правкомом. И пришлось обкому, да. И пришлось вести переговоры уже непосредственно помимо того, что я вот разговаривала с председателем этих правкомов, пришлось вести разговоры с председателем обкома. Поскольку мне в основном отвечали, если будет распоряжение сверху, соответственно, мы придем. Если этого распоряжения не будет, естественно, здесь никого тоже не будет. Но после разговоров с председателем обкома я поняла, что, в общем-то, распоряжения не будет, поскольку он сам не горит желание. Очень часто мне отвечали, что, в принципе, коллективный договор они уже подписали и в данный момент у них такой проблемы нет. То есть, вот когда будет у них эта проблема, вот вы приходите, а вот сейчас все, они это все сделали и их это сейчас уже не интересует. Они свои проблемы решили. Ну, что еще? В общем, картина получилась, ну, вот, грустной по большому счету. И получается, знаете, все-таки вот права такая, народная мудрость, пока гром не грянет. Только, знаете, наверное, уже вот ответ будет как бы свой. Мы так и будем спрашивать вот какой-то день недель по большому счету. Так что, вот это все. Если есть, какие-то вопросы по этой день. А успехи какие? Вам недостатки сказать, какие успехи? Вот. Вот успехи. Вот успехи. Да, успехи в зале, да. По большому счету. Да, вот еще я забыла рассказать. Есть такой завод в Нижнем Новгороде двигатель революции, на котором я сама лично убедилась в этом, что ситуация с коллективными договорами поставила как бы в общем очень четко, на четкую основу. Там довольно неплохо занимаются этой проблемой и довольно успешно, если я правильно поняла, Иль. Но как бы делиться опытом у них по большому счету нет времени. Они занимаются чем-то вот еще другим. Но есть такие заводы, это вот абсолютно точно. Там был проект Оргерский, да? Да. Вот этот проект там тоже был. Там было очень большое количество проектов. Очень. То есть вот я даже видел их сама в них реально показываю на основе чего они разрабатывают свои коллективные договоры. Первый. Значит, фамилия моя Ясаков, Терескэ. Зовут меня Владимир Николаевич, можно Володя, Терескэ. Да. Я председатель правком и соцпроф Нижегородского государственного оперного театра. Родился я в городе Липецке, но, однако, по крови я ваш Сормович, поскольку на этом заводе, на Сормовском красном заводе работал мой дед Исаков Антон Петрович, механик по танкам, я так понимаю. Вот. Значит, что хочу сказать. Я очень много работал за рубежом, во Франции, в Италии, в Германии, поскольку я музыкант, я трубач по специальности, ну и приобрел определенные опыты, знания, так сказать, какие должны быть договора, что должно быть записано, так сказать. Когда мне предложили в 96-м году возглавить профсоюз организации соцпроф оперный театр, в общем-то, в принципе, я уже был готов к работе, поскольку уже какие бы были определенные мысли. Значит, с чего началась работа? Я вам скажу, что работа, еще тогда никто об этом и не знал, о так называемом пиаре. Работа началась с формирования позитивного имиджа своей организации. Это формирование происходило, вы знаете, через корпоративные праздники, которые делал правком. И вот, когда во время прохождения этих корпоративных праздников сразу обсуждались вот такие вот определенные вопросы по коллективным договорам, трудовым, нормированию труда и так далее и тому подобное. То есть, готовилась почва для подписания всех этих документов. Я вам скажу, что я возглав организации, которая составляла всего 10 человек. На сегодняшний день из 4-60 человек работают в театре в профсоюзном организации соцпроф составляет меньшее количество, конечно, около 18 человек на сегодняшний день. Однако, я вам скажу так, что ничего в оперном театре не происходит без решения нашего профсоюза. Профсоюзная организация, которая имеет в ФНПР большее количество, она просто не способна там ничего сделать. Ну и потом, воспитание людей своего профсоюза, оно очень большое влияние оказывает на администрацию. Они воспитаны таким образом, что принципиально, я вам скажу так, доплевать мы хотели на все законы. Самая главная сила. А сила наша состоит в чем? Не дали инструмент, играть не будут. Не соответствует рабочее место нормам, охраны труда, санитарии, работать не будем. Платите, ищите, добывайте. Понимаете? Значит, что делать в этой... А надо платить две трети. Понимаете? Две трети. А в некоторых случаях, когда штрекбрекеров нанимают на наше место, платить-то надо среднюю заработную плату. Вы понимаете, в чем дело? А штрекбрекеров еще и не найдешь, музыкантов не осталось. Уже развалило, нижний Новгород развалил всю культуру в этом отношении. Вот приблизительно вот такого характера, вернее, основываясь вот на таких вещах, да, значит, мы можем подписать свободный и коллективный договор в противовес закону, в которой там написано, что больше организаций, да, которые имеют большее количество, с ней ведутся разговор. Запросто подпишем любой коллективный договор со своим, хоть отдельный, хоть совместный. Вы понимаете, как? Ну, обстоятельства просто такие. Ну, в такие обстоятельства поставили администрация театра. И на сегодняшний день, я думаю, что вы на днях нижегородцев услышите скандал в Нижнем Новгороде, который происходит по компенсациям, там, за амортизацией инструментов, по нормам рабочего времени, нормам труда и так далее и тому подобное. Значит, я считаю, и вообще на этом стоит правком, о том, что не надо обращаться никогда в суд. Сегодняшний трудовой кодекс в руках хорошего, профессионального местного комитета — это страшное орудие против работодателя. Вы только посмотрите одну статью 235 трудового кодекса «Ответственность, материальная ответственность администрации театра, вернее администрации или работодателя, материальная ответственность за то, что она препятствует работнику работать. Что такое препятствие? Значит, если она не обеспечила нормальные условия труда, рабочее место вам, санитарные нормы, значит, это препятствие. Есть препятствие исполнения вам своих обязанностей, препятствий к работе, да? Значит, кроме того, что она заплатит две трети за простой, она еще через суд заплатит материальный вред, то есть остаточный заработок, да, и плюс еще моральный. Вот понимаете, да, какая ситуация? Теперь я хочу сказать насчет коллективных договоров. Посмотрите, пожалуйста, статью все, которая говорит, что такое трудовые отношения. Трудовые отношения это отношения между работником, который исполняет свою трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего распорядка при исполнении со стороны администрации законодательства. При исполнении. То есть, если администрация не исполняет, значит, и трудовых отношений нет. Я вам скажу так. Мы разработали, конечно, коллективный договор, мы все сделали, представили администрации, но когда сели за стол переговоров, то получилось так, что администрация не может выполнить ни одной своей обязанности, ни по одному пункту. фактически мы пришли к решению о том, что трудовых-то отношений в данном случае в оперном театре их и не может быть. То есть, театр, в принципе, можно закрывать, либо переходить на гражданско-правовые отношения. А гражданско-правовые отношения, то есть, работать по контракту, на сегодняшний день для нашего театра запрещено законодательство. Только для Большого театра и для определенных. Вот вам вкратце. Что я хотел сказать вам, а на что обратить внимание? Обратите внимание, при подписании индивидуальных договоров, поскольку там пишется трудовая функция в индивидуальном договоре, поскольку это должностная инструкция, так называемая, и должностная инструкция, она имеет такой характер, когда она распределяется на какое-то определенное количество людей. Не на одного человека, а на целую, допустим, бригаду, или на пять, на шесть человек. Поскольку это определенное количество людей, значит, такая должностная инструкция должна, в принципе, согласовываться не только с работниками, а из профсоюза. Поскольку это более обширный характер носит, да? Теперь, характеристики условий труда, нормы. Нормы, они делятся на нормы рабочего времени, на нормы выработки. Вот обратите, пожалуйста, внимание на это. Потому что нормы рабочего времени, это то, что человек должен делать вот в течение рабочего дня, поминутно, посекунды, сколько на переодевание, сколько на душ, сколько на... И нормы выработки, это совсем другое дело, да? Они имеют определенные соотношения. Вот. Но это, поскольку это распространяется тоже на большое количество людей, то эти нормы опять должны просто по законодательству опять согласованы не только с работником, но и с профсоюзной организацией. Просто на основании закона. Значит, ну, это вот основные моменты. Значит, я вот сегодня выслушал, что здесь происходит. Я, конечно, даже не знаю, что вам посоветовать. Послушайте еще, но я вам скажу так, что, конечно, я послушал, да, дела, дела плохие. Дела плохие на заводе, я чувствую, на Стормовском. Значит, что бы я хотел, поскольку здесь ведь партия труда, да, еще, я так понимаю, да? Не только профсоюзные, да? Вот. Значит, у меня есть предложение, каким-то образом вот этой партии труда начать работу по формированию своих рабочих мест. Что я имею в виду? Я имею в виду, что за рубежом существует, кроме, там, коммерческих иных организаций, существуют еще так называемые народные, понимаете? Их организовывают профсоюзы, эти народные организации. Они выкупают предприятия, там, да, трилитизируют, профсоюз, да? Вот. И в конце концов это создают для своих членов профсоюза свои рабочие места. Понимаете, где, в общем-то, люди живут гораздо, на этих предприятиях люди живут гораздо лучше, чем у какого-то, значит, отдельного работодателя, частника. Вот. Поэтому вот я считаю, что, наверное, сейчас вообще в России профсоюзы и партии вот такие трудовые должны заняться вот такими проблемами, как организация своих рабочих мест. Потому что, да, заводы закрываются, люди выгоняются на улицу, убираются, работать им нет. Потом, это очень большое подспорье и силовое давление для профсоюзов. Потому что тогда профсоюзы не боятся о том, что закроют предприятие, не боятся бастовать, не боятся то, что их работников выкинут с работы. Потому что они могут их обеспечить, работают гораздо лучше. Сами, самостоятельно. Знаете, какая штука? Вот мы сейчас занимаемся организацией такого предприятия, вот профсоюз организации соцпроф, в данном случае театра, организовываем свою частную предпризу, создаем свои рабочие места, так, чтобы заработная плата работников по сравнению с оперным театром отличалась приблизительно в 2-3 раза. Мы делаем такую себе подстраховку на всякий случай. Понимаете? Подстраховку на всякий случай. Для того, чтобы, если нас сейчас театр закроют поторами, а я думаю, что если не в этом году, то на следующий год его все равно закроют, потому что здание, во-первых, ветки, во-вторых, конфликт уже достигли такой ситуации, когда, в общем-то, в принципе-то, театр-то надо закрывать, по-честному. Я думаю, что администрация области именно на это и пойдет, чтобы расформировать театр и его закрыть, потому что на уступки как таковые они не хотят идти, финансировать оперный театр они не хотят, они хотят возложить на наши плечи работников абсолютно все, включая риски определенные производственные, риски за свои собственные инструменты, которые мы используем в их целях, а инструменты дорогие от двух тысяч долларов до семнадцати тысяч долларов, вот. Значит, то есть администрация просто я имею в виду сам работодатель, сам театр, он здесь в данном случае ничего не может сделать, потому что он финансируется государством, а финансируется где-то процентов на 20. Я вам скажу, что новые изменения, вот пока вот господин Шейн сидит, если все-таки изменят, если изменят сейчас вот эту политику по оплате труда и оставит нам вот этот, Российская Федерация оставит вот этот минимум нам там сколько, 600 рублей, которые будут сюда, а все остальное ляжет на плечи Нижегородской, допустим, области, то есть оперный театр точно будет закрыт на следующий день. Не только оперный. Да, я понимаю, да. То есть вообще и ТЮЗы здесь закроются, и все остальные организации. понимаете, то есть это вообще нельзя никак допустить, и я думаю, что партия рабочих должна как-то на это серьезно отреагировать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Государство должно все-таки как-то разумно подойти и справедливо. Я, видите, я еще немножко вернусь назад. Я не просто сказал, что мне плевать хотели на закон. Понимаете, плевать в том смысле, что мы всегда исходим из разумности и справедливости, а не то, что написано в законе. Потому что в законе написано очень много неразумно и несправедливо. Понимаете? Вот. Поэтому вот в этой ситуации мы, в принципе, как бы действуем с позиции сил. Ну, я вам скажу, какая позиция сил состоится восьмого числа. Нам с нами не хотят заключать договор о компенсации за амортизацию. Сейчас стоимость компенсации за один инструмент составляет приблизительно 200 рублей в месяц. Раньше платили 15 рублей. Сейчас будут платить 200. Это, конечно, громадные деньги для округа. Конечно, не хотят. Ничего не хотят подписывать. Значит, мы восьмого числа складываем инструменты, значит, спектакли все обрываются, театр остается без прибыли, театр не сможет оплатить ничего вообще, он сядет в большие долги. Либо администрации подпишут, понимаете? То есть, у администрации, мы ее поставим сейчас такое положение, что у нее и выход этого другого мы не оставим, как подписать этот документ. Мы в январе месяце подписали предварительный документ таким же способом, когда всего четыре человека покинуло свое рабочее место. И театр полностью остановился из-за четырех человек. Знаете? То есть, четыре человека, без которых не может просто действовать оперный театр. Значит, что я хотел еще сказать по разговору. Я внимательно слушал, там какие-то переговоры все время идут у вас по поводу полдоговора. Вот вы знаете, я с администрацией театра вообще не разговаривал. Вообще. Ни при каких переговорах. Еще бы я устно им дозволил разговаривать с собой. Вы знаете, когда мне сказали, что директор театра сказал, что Валерий Николаевич, ну как-то нам хоть беседовать, не молчать на эту тему. Я думаю, вы знаете, вы меня, конечно, извините. Вот. Но разговаривать мы будем с вами только в письменном виде, поскольку я не считаю достойным вообще с вами разговаривать в письменном виде. Знаете, да? Только в письменном виде. Поэтому все переговоры, которые идут по коллективному договору, они должны происходить в письменном виде. Фонд определенный, к нему разъяснение, дополнение, на основании чего сделано, каким образом, по каким принципам. и на стол. Ответ должен быть точно с такой же, только в письменном виде. Понимаете? И потом протоколироваться, эта вещь должна протоколироваться. Если вы будете устно беседовать, это такое количество нервов надо. Вот кто-то сказал, что он пожалел уже, что он висался в это дело. Если устно беседовать, это страшное событие. Это вы что, никаких нервов не хватит. Вы ночами спать не будете. Но извините, я кратко вот так вот сказал вам о событиях, которые происходят в оперном театре, значит, о том, каким способом начинал действовать я, каким способом формировал профсоюзную организацию. Вот. Я считаю, что это очень важно, потому что корпоративные праздники и формирование имиджа профсоюзной организации, в первую очередь местного комитета, и личного имиджа председателя правкома, в данном случае является очень важным. Потому что, если этого не будет, то председатели заменут со стороны администрации, значит, и, в общем-то, вся работа пойдет что по коллективному, что по индивидуальному договору, она пойдет на смаку. И народ не будет поддерживать просто такую профсоюзную организацию, такой комитет и такого представителя. Все, спасибо за внимание. Я не готовился, извините, к выступлению. Коротко реплику товарищу музыканту. У нас здесь только товарищи. И товарищ Шейн это нас, товарищ по рабочему движению. Если вы хотите обращаться на думский манер, пожалуйста, обращайтесь в уважаемый депутат. Расход здесь нет. Спасибо, господин. Что представляет Солезетская заменитель. Представим погромче. Я очень громко на миссинге без микрофона. Не могу тихо, не могу спокойно. Я бы хотела остановиться на наиболее важных моментах. Представьтесь. А, да, Весетка Вера Андреевна, Волжский автозавод, работаем маляром профсоюз единства. рабочий профсоюз, альтернативный, меньшинство у нас на заводе. Наиболее важные моменты хотела бы отразить, которые происходят у нас на заводе и в связи именно с коллективным договором. Коллективный договор на 2002 год у нас принимался как раз по старому еще законодательству. Переволюбились и там небольшие изменения были, внесли в вопросах, которые уже предусматривались новым трудовым кодексом, это учет мнения. Но в результате выполнения коллективного договора уже где-то с сентября месяца пошли большие изменения и нарушения. Во-первых, ввели у нас 9-ти часовой рабочий день. Если у нас работал только 44-й цех, цех окраски, что не успевали автомобили у нас, кузова не успевали у нас делать для поставщиков, где разные серии автомобилей на другие предприятия, другие регионы производились и главный конвейер обеспечивали. И кроме того, еще очень много фирм там продает эти кузова еще самостоятельно. И естественные большие хищения очень идут, неучтенные какие-то кузова. Там ввели 9-ти часовой рабочий день сначала как сверхурочный, а потом ввели постоянно 9-ти часовой рабочий день с дополнительным скользящим выходным днем. И сколько мы не пытались там людям, как говорится, помочь, у нас ничего не получалось, потому что они хотят, чтобы сделали для них, сделал профсоюз единство что-то, а одновременно они платья состоят в профсоюзе АСН. Вот если сделайте, нам мы вступим. Мы говорим, мы без вас сделать не можем. Организованные действия, собрали подписи, но их подписи сделали как они поддерживают якобы наоборот. Но когда пытались вести 9-ти часовой рабочий день на главном конвейере, здесь уже, конечно, работа пошла очень более серьезная, потому что главный конвейер это не отдельный цех, это основное в сборочном кузовном производстве и 46-й цех. Так вот, из главного конвейера, значит, двух цехов главного конвейера и наш 46-й цех, где я работаю, только наш 46-й цех не стал работать 9 часов. Главный конвейер все-таки согласился с 9-ти часовым рабочим днем, хотя подписи ставили, собрание проводили, но работать стали, запугивала администрация, переводила на другие места, что там был вот 45-е особенно слабо цех, даже очень мало собраний провел, они после серии забастовок предыдущих имелись увольнения, еще этот страх остался у людей. Но 45-2 не работал, практически первые дни, когда переместили людей, детали только забрасывали в автомобили, и у нас три дня шли практически, ну там такой дефект появился не собран автомобиль, который сходил уже с конвейера, не собран автомобиль. Пучки проводов там лежали, детали лежали, пока те люди, которых набрались других линий, они начали работать. В нашем цехе в 46-м у нас систематические сверхурочные работы практически идут, и в этот период у нас несколько дней отказались работать вообще даже сверхурочно за двойную оплату. Даже 4 часа тут оставляли на 1 час, а у нас 4 часа, там 2 часа работают за 4 часа за двойную оплату. У нас даже на этих более каких-то выгодных условиях отказались работать, потому что угроза была введение 9-ти часового рабочего дня на будущее. Так же как в 44-м цехе там аналог уже был, что иначе у нас будет совершенно другая ситуация, если мы согласимся. Автомобили у нас 3 дня практически выгоняли на улицу, неиспытанные автомобили были, администрация в основном работала. На 4-й день согласились работать сверхурочно только 4 часа. Мы после правкома прошли по главному конвейеру и в наш цех зашли, там у нас инцидент получился, вот тут у нас в одной листочке есть, там на нас налетел начальник участка, начал там хулиганить, но в результате мы ну это в другом листочке, там парочек листочек наверное только было, и в результате мы значит его привлекли за мелкую хулиганство, его штрафовали. Пытался препятствовать, испугался, что я подошла как раз к своему, ну вы как сегодня работаете, работаем, согласились, не принуждали вас на 4 часа, да, на 4 часа, а вот бежит и понеслось, ты собрала вокруг себя всех пьяниц, наркоманов, воров, сама такая, и начал ругаться матом. Мы позвали, я позвала как раз члены проком, бригада естественно не подписала бы мне, потому что начальник участка они боятся, а тут как раз наши люди и мы все смогли оформить, и вот потом оформили все, значит, еще озвучили в этом. Дальше, значит, еще какие у нас, вот нестабильность работы завода, перевод на 6-ти часовой рабочий день, оплата 2 трети, вот, серии приказов по режиму работы в 2003 году, при принуждении там людей работать по графикам, когда был выпущен был приказ на 6 часов, ну вот по всем этим, значит, мы работали. В результате этого коллективный договор наш за 2002 год, ну, за последнее время так было как бы впервые, по основным пунктам был не выполнен, но когда начали проводиться конференции, не везде, конечно, вот так гладко все проходило, в основном, начиная с цехов, такого-то производства, как сборочных, у меня самое большое наше производство, где работает более 20 тысяч работников, у нас и в большинстве цехов, и вот в постановлении конференции отметили, что, ну, хотя пытались там вот, принято там принять к сведению, что в основном выполнено, и все такое. Все-таки, я вот привезла это постановление, потом можете посмотреть, самое главное, что отмечает конференция работников СКП, отмечает невыполнение коллективного договора в части организации стабильной и требовательной работы общества, производства и реализации автомобилей. Ну, и далее, там, одно из самых главных, не осуществлялись пенсионные платежи, предусмотренные положения. У нас в октябре месяце изменили положение при выходе на пенсию работники в два раза меньше пособия пенсионные должны были получать. И, причем, даже те, кто успели написать заявление, те, которые перестали принимать заявление на увольнение, заставляли, значит, либо ты уходи так без пособия этого выходного, либо работай. И вот у нас еще до сих пор все люди еще получили уже в урезанном виде в два раза меньше. Вот эти вот начали принимать заявление после 15 января только на увольнение. Хотя были люди, которые хотели уволиться с работы и не в состоянии быть даже, ну, работать по состоянию здоровья. Уходили там на больничный. Больничный оплачивали 6 часов, 2 третьих не оплачивали. Ну, и в связи с этим у нас тут ну, работа поэтому проводилась. Значит, мы искали людей, которые согласились бы оспаривать вот эти решения администрации. Были массовые отказы от работы, когда при приказе 6-часовой рабочий день людей заставляли работать по графику. Вот. Несоответствие, конечно, было и с той, и с другой стороны. Но когда были массовые вот такие действия, не могли они наказать всех сразу, хотя говорили, я выборчат, выберу кого-нибудь и накажу. Отказывались выходить в субботу. Когда суббота была приказом генерального директора отменена, объявлена не рабочим днем, а потом в узких местах, где там вот вы должны работать. А теперь, значит, вот за 25 января надо отрабатывать, а вот кто-то работал, а кто-то не работал, опять происходит несоответствие. Либо, значит, надо двойную оплату вводить, либо вообще не выводить. Вот за 25 января, значит, решили вообще не выводить, потому что люди стали возмущаться, почему это мы должны работать, когда мы там уже работали, а вы говорите, мы еще должны И сейчас введена система работы в 2003 году, в то время, в выходные, которые были объявлены 3-го, 6-го января, хотя там еще дошла работа по 6-часовому рабочему дню и без суббот, выпускались дополнительные приказы, что эти субботы будем отрабатывать. Зарезервировали. Зарезервировали администрацию уведомления, чтобы наше право как профсоюза было реализовано, либо совместно заключить комиссию представителей работников в постдоговорную комиссию, либо представители администрации. Администрация нам отказывает, профсоюз тоже не дает нам права. На последней конференции я выступила, сказала, что вы не можете заключать коллективный договор от имени трудового коллектива, не можете представительствовать, потому что вы... Ну, то, что люди во взносы платят, это не значит, что у вас 50% состоит. В основном все вступали в ЦСПС. На что председатель правкуба ответил, что все у нас законное. По коллективному договору какие ухудшения у нас на этот год? Я вот недалеко задавала вопрос о положениях и приложениях. У нас сейчас вообще нет ссылки до положения приложения в коллективном договоре. Я в выступлении тоже сказала, что на СКП, правда, конференции, что коллективный договор это пустое, если нет положения и приложения к коллективному договору. Даже ссылки на них нет. Если раньше были ссылки до положения приложения, но они не были, не были части коллективного договора, и администрация по согласованию с профсоюзными комитетами СМ в течение года она их меняла. В зависимости, как они пишут там от хозяйственного положения и все такое. В результате этого мы как-то 6 лет не получали передастую зарплату, потому что вот и меняли положение, которое не являлось приложением к коллективному договору. Не являлись также приложениями к коллективному договору коллективные договоры производств. Тоже они вроде как юридической силы не имеют. А сейчас вот я вот предполагаю, почему так они сделали, и я на это обращала внимание. Потому что органы, которые контролируют заключение в соответствии коллективных договоров законодательства, они вот вероятно на это обращают внимание. Но когда договор продолжает действовать, они решили, что можно их вообще не вписать и сделать. Но представители согласились с таким вариантом. Не нашли согласованного решения только в части социальных льгот. По трехсменным графикам работы, при трехсменном режиме работы у нас было бесплатное питание, бесплатный проезд. Там, значит, рабочие очень сильно возмущались. И там просто как бы страх перед тем недовольством работников. Но протокол разногласий не пишется у нас. Вообще не писали никогда. Нам для того, чтобы как-то организовать забастовку, подписи, наверное, 60 тысяч собрать, все равно не объявят нам ее незаконной. И даже мы когда делаем забастовку, у нас областной суд собирается ночью. Еще мы даже можем не начать забастовку, а нам уже заранее ее говорят, что то, что вы хотите начать, это уже незаконное. Ну и то, что собирается очень оперативно, объявляет нам. Это вот было как раз в 2000 году. Я как раз сюда, когда приезжала в Новгород, я провела собрание в своем цехе по забастовке. То, что согласились, что если наши требования не выполнят, как раз ухудшение тоже было коллективного договора, то мы готовы защитить до крайней меры. И вот сюда приехала. После этого мы провели часовой забастовку предупредительную. Наш цех активно там участвовал. И я полтора года судилась, потом меня наказывают, потому что я была не в своей смене, у нас по смене А была забастовка, я в смене Б. Я написала заявление начальнику цеха, что я сегодня участвую в забастовке целый день, хотя все работали час. Ну, через областной суд два раза, вот за полтора года отсудила я это право. Хотя они уже когда приходят, ну, уже деваться им некуда, приходит, значит, распоряжение об отмене того распоряжения, моем наказании. Это у меня было так дважды. Один раз право на обучение я так отсуживала, один раз право по забастовке. Согласительная комиссия со стороны работников была дана неудовлетворительная оценка, вот тоже до конференции СКП. Я предложила сформировать комиссию производственному совету, поскольку считаю, что профсоюз СССР не имеет права представлять, хотя формально имеет большинство, но фактически люди вступали в ФНПР. Сформировать должна комиссию со стороны работников производственного совета с представительством всех организаций. вот, но директор, я была направлена в согласительную комиссию, от директора, значит, ответа не пришло, от профсоюза пришло, значит, что вы можете участвовать как просто представители работников, вот, на, вот буквально недавно здесь у меня есть это, пришло из прокуратуры на генерального директора у нас на президента, то, что вот он наше право нарушил по представительству согласительной комиссии. Ну, что еще тут? По рабочему времени у нас, вот этот, я уже сказала, по отпускам, вот, когда ввели вот дополнительные отпуска, обязали 12 дней полностью, то, что положено по законодательству, раньше на усмотрение предприятия было, тут у нас людей, которые работают во вредных условиях труда, лишили отпусков где-то 3-4 дней за смену с работы и, так, за смену с работы и за стаж работы, по-моему, вот этих лишили, бы это, это право вернули людям, тоже вот делали, ну, протесты делали, все такие вот вопросы. Ну, вот так вот работаем. Очень рада, что такие вот наработки прошли, я хочу, чтобы вы нам дали тоже, вот, по коллективному договору. Да, очень хорошо, да, очень хорошо, мы будем это использовать. У себя под профсоюзом единство мы однажды вели давно очень переговоры, но они ничем не закончились, когда у нас был альтернативный проект, и говорили, что он у нас дешевле, наш проект, и нам, когда они могут, они что-то там начинают, профсоюз АСМ немножко там брыкаться, и говорят, а мы сейчас с единством заключим коллективный договор. Вот, вот такие были вот угрозы. Ну, а в этом, в этом году, конечно, недовольство рабочих очень большое, начался массовый выход из профсоюза. Сейчас мы готовим, один митинг мы провели, коллективный договор, кстати, подписали до конференции заводской, не стали ждать конференцию заводской, потому что у нас на СКП конференции был представитель правкома, и он увидел, что есть такая угроза, если так дело пойдет, что может на заводской конференции недоверие выразить, потому что дали неударно творительную оценку стороне работников, кто представляет. Но администрация, я выступала, говорю, администрация, я думаю, довольна своей стороной, потому что они все как хотели, так и сделали. И социальные программы у нас значительно ухудшаются, путевки у нас очень дорогие становятся, 30% стоимости и более до 50% будут доходить. Значит, дотации на питание на проезд тоже уменьшились, в общем, а зарплата при этом не увеличилась, хотя обещали, что заработная плата будет увеличена на какую-то часть тех социальных льгот, на которые ухудшилось. И еще такая особенность, что сейчас по предложению президента, генерального директора, согласительная комиссия у нас будет постоянно работать теперь. Они раньше, что они просто вопрос рассматривали, рассматриваем, рассматриваем вопрос, мы предложения направляем, требования вводят в производство нормальные, а в согласительную комиссию рассмотреть вопрос, рассмотреть вопрос. У нас постановление заводской конференции, оно, конечно, такое урезанное, значит, все в согласительную комиссию, и мы будем постоянно работать. А результатов, конечно, нет. Но результатов нет, мы готовимся к забастовке, готовимся к митингу. Сколько средняя заработная плата у вас? Вы сейчас выступаете. Да, средняя заработная плата официально до октября месяца у нас они 80 с чем-то тысяч там писали, туда они включали социальные льготы, все сверхурочные, все переработки. Упало после шести часов там по заводу 7 тысяч, по СКП 6 тысяч, и вот наш цех, хотя самый цех такой высококвалифицированный, и лицо завода, и там водители-испытатели у нас, наш цех еще ниже, там идет заработная плата. У нас с постоянными сверхурочными нарабатываются зарплаты. Вот сейчас как раз мы людей приучаем к тому, что у нас не должны мы зарабатывать сверхурочными, мы должны отдыхать. Что-то еще хотят спросить. Я хотела спросить, как прошел митинг? И считаете ли вы, что это может быть, скажем, альтернативный способ давления на администрации? Да, я считаю, если бы вот в 2000 году мы проводили митинг, вот после часовой забастовки мы хотели, если бы нам пришло вот столько народу, тогда бы мы могли бы остановить завод в тот момент, да? У нас тогда мало народа пришло. В этом году у нас мы сделали заявку на 5 тысяч, что напугало очень администрацию и там города. Я вот говорила в перерыве, что у нас придумали положение, мэр придумал положение при организации митингов и демонстрации шествий, что должны согласовать со всеми службами в городе, с милицией, с пожарными, со скорой помощью, со всеми. На что у нас наш председатель Прадкова Золотарев сказал, что у меня нет времени согласовывать, это ваша работа, сделали заявку. У нас везде фиксируется, что мы несанкционированный митинг провели, но пожарные, скорые машины были. Я тоже думала, что когда увиделась пожарная машина, мы можем, может, нас разливать будут. Очень активно люди собрались, было более 2 тысяч человек. Это было очень много для нас. И очень много еще людей претензий нам было, чтобы поздно объявление повесили. Хотя мы знали, что мы когда начинаем раньше, потому что такая активная будет дезинформация идти, будут людей дезинформируют, что-то незаконно, что-то все мы как-то развесили перед самым митингом уже, хотя заранее говорили, что будет митинг, работу такую проводили в цехах. А где прошло? У нас митинги проходят возле завода управления. Плакаты были, вот, кстати, мы как-то один раз семинар проводили, там у нас были коллективные переговоры, в том числе и акции протеста. Плакат тоже даже был такой, как семинары. Там, правда, было начальство Донара и рабочих на Канаре, у нас там написали менеджмент Донара и рабочих на Канаре. Воровка ответа там, зарплату. Вот я лично писала три, от руки уже сама писала три плаката, согласительную комиссию на мыло, потом рабочим, молодым квартиры, ветеранам достойную пенсию. Потом я еще нарисовала этот, значит, на фоне высотки вот этих, лицо такое, глаза доллары, с цилиндром, у нас там этот самый базовская эмблема на этом самом, сос на ней причат там. Ну, в общем, интересно так было. Потом сначала у нас дезинформер, значит, ответил по персоналу, там, что там мечтать не вредно, мол, 300 человек было на митинге, вот, на что, значит, люди начали возмущаться, что это такое вот. Это наш автостроитель местная газета. У нас одна выступала, говорит, у нас, говорит, рыба тухнет, если, говорит, в эту газету будет ее завернуть, то это тоже ее дезинформация. Мы решили так, значит, сейчас даем слово депутату Шейну о вопросу о коллективных договорах. И следующие пойдут Николаю и Попову. Олег Васильевич, пожалуйста. Значит, Уже Иванович, ну, по коллективам, я думаю, если бы вы посмотрите, в целом, по вопросу, связанному с положением по кодексу о груде, наверное, есть мысль на следующих моментах. Первый. Естественно, зачем правильно, где представитель Васильевич, как бы еще практика рабочего движения, понятие нового кодекса о груде резко усилило в роли значения критинных договоров. Особенность свободных профсоюзов, то есть реального рабочего движения, в этих условиях заключается в том, что в них очень часто состоит меньше половины персонала, поэтому если раньше администрация была обязана вести, так сказать, отдельные переговоры, и мы могли наставить на заключение отдельного критинного договора, то на сегодня уже эти возможности, они ликвидят. Сегодняшний георгий. И второе. Надо понимать перспективы. То есть зачистка трудового кодекса, это еще не зачистка всего трудового законодательства. В частности, надо отдавать себе отчет, что в следующем году будет предпринят шаг по изменению законов профессиональных союзов, у нас как участников рабочего движения всех непосредственно касается. Поэтому есть смысл отдумать и осмыслить, что же нам нужно сейчас вбивать в коллективные договоры. Ну вот Константин Васильевич, другие товарищи уже многое, что в этом плане высказали. Я бы хотел немножко поделиться с Астаханским опытом, но и, может быть, предваряя его, заметить, что, наверное, все-таки будут вбивать трудовые законодательства в следующем году. А, судя по всему, там пойдет реформа системы оплаты труда. Ну, в бюджетной сфере понятно. Нам уже объяснили, чему эта реформа сведется. Потому что правительство гарантирует 600 рублей заработной платы, а все сверху будут утверждать регионы. А многие даже и муниципалитеты. Что касается производственной сферы, там тоже все понятно. То есть в производственной сфере предлагается вести что, в принципе, хорошо почасовую систему оплату труда, но при этом, что очень плохо, вести рабочую неделю не в размере 40 гарантийных часов, а в размере, который может быть меньше. То есть работодатель правит, скажем, будет платить человеку за 2-3-5-часовую рабочую неделю. Ну, например, тех же самых, если шибать, докеров, то есть Антриперна, из Гамбурга, которых иногда нанимают там на 10-15 часов в неделю, платят хорошо, но при этом у них нет уверенности, нет стабильности в их рабочем дне и, соответственно, в их заработной плате. А что касается профсоюзного законодательства, я полагаю, что в первую очередь будет предпринять попытка зачистить свободные профсоюзы. Мы можем видеть на примере Лукашенко и Кучка в каком направлении, как правило, осуществляется. Ну, что сделал Кучка в Украине, это, я думаю, помнят, когда профсоюз, чтобы быть профсоюзом, должен иметь своей организацией не менее чем в половине районов Республики Украины. Не областей, а районов Украины. Что касается Беларуси, опыт, так сказать, господин Лукашенко в этом плане не менее уникален, а может быть даже более уникален, чем опыт господина Кучмы. Лукашенко его правило, по которому профсоюз является профсоюзом, если он состоит не менее 10 работников, то есть мало предприятий сразу же ликвидируется, либо не менее 10% персонала. Это вопрос о единстве автоваз, где стоит около 3000 человек на 100-тысячный коллектив. То есть Беларусь такого профсоюза уже не существовала. Я думаю, что здесь у нас может пойти разговор относительно того, что право-прайм может обладать только общероссийский профсоюз, то есть будет предпринимателем нести удар по защите, ну и по соцпроку, может быть, будут пытаться конкретизировать, что такое профсоюз, что это отраслевая обязательная организация, что такое отрасль, чтобы нельзя было отрасль взять и назвать, скажем, докеров, или взять и назвать себя диспетчеров, про что-то, если это у нас все вопросы, связанные с воздушными перевозками, без исключения, или там с морскими. Поэтому здесь, наверное, вопрос, который касается уже общероссийских профсоюзов, и нам нужно будет померить приближение с следующего года, разрабатывать наш альтернативный закон о профсоюзах и смотреть взаимодействие между защитой, соцпрок, докерами, диспетчерами, там, летчиками по взаимодействию. Это первое. Второе. Что касается теперь того, что нам стоит вбивать с фритинных договора. Ну, первое. Очень часто, не то, что очень часто, а сегодня в фритинных договорах, как правило, говорится о представительственном органе работника. О том, что администрация учитывает мнение представительственного органа работника. Я считаю, это неправильно, и надо говорить о соответствующем профсоюзе. У нас такой опыт есть, скажем, в Астаханское Тарайе Требресное управление, где у нас стоит 10% персонала, но при этом учитывается мнение, более того, согласуется мнение на сегодняшний день в отношении водителя именно с нашим профсоюзом, а не с фритинных договорами. Хотя, как вы знаете, закон этого не предусматривает. По закону, так сказать, все вопросы решают люди, фритинных договорами. Но, в силу, так сказать, влияние от профсоюза, администрация вынуждена это делать. Поэтому, наверное, есть место сконцентрироваться на пропаганде по поводу того, чтобы в договорах учет мнения, согласования проходил с соответствующим профсоюзом. Момент второй. О чем бы ни шел разговор, разговор всегда идет, как известно, о деньгах. Поэтому, если мы берем критинный договор, то у нас возникает проблема, сразу связанная с премированием. На сегодняшний день в нашей стране примерно половина заработной платы выдается в форме премий, КТУ, КТВ, прочих симулирующих выдастов. В новом кодексе есть одна хорошая статья, это большая редкость, но она есть, согласно которой премия и прочие стимулирующие выплаты являются частью заработной платы. Уже есть у нас опыт судебных процессов, кстати, по тому же самому ТВ управления, где мы доказывали, что нельзя всем премию выдать, а отдельному работнику не выдать. Что премия сдается всем сестрам по серегам. Как администрация очень часто поступает? Она пишет, вот перечень нарушений, и при этом перечень нарушений человек... Кстати, мы бы за его нарушение следите. Нет, 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 не могу задавать. Ну, у нас женщина 30 минут поступает. Не за его нарушение. Хорошо. Но я не споставляю себе. То есть премия – часть заработной платы. Всем должна выдаваться премия равная. Соответствующая судебная практика уже есть. Но администрация как часто поступает? Она пишет, вот вам какое-то нарушение, и за него депремирование, скажем, до 100%. То есть может быть 1%, может быть 100%. Поэтому я считаю, нам нужно просто в таких случаях брать и расшифровывать всем, без исключения профессиям, за какое конкретно нарушение наш член профсоюз, член профсоюза ФНПР, рабочий, директор, главный бухгалтер, на какую долю будет лишен своей премиальной выплаты. 10%, 20%, 50% – все было фиксировано. Потому что никакого порядка пока не будет такой регламентации, естественно, не будет быть производ. Очень себя оправдала, в хорошем смысле слова, запись относительно установления доли тарифов заработной плате по, скажем, профессиональному союзу работников лифтового хозяйства. В Астрахани такая запись у нас была внесена. Администрация очень хочет ее убрать, значит, и не получается. И в итоге они будут повышать не премиальные выплаты и КТУ, а повышать тариф, когда, так сказать, раз в год происходит изменение платы за обслуживание лифтов у населения, когда, соответственно, решается вопрос по заработной плате у работников. И мы говорим, ребята, вот, согласно Колдогову, вы зарплаты должны повышать, причем у нас там вообще забита норма, по которой доля заработной платы, себестоимость и продукции тоже не снижается. То есть при увеличении, скажем, доходов организации, сборов с населения за обслуживание лифтов, на соответствующую величину у нас увеличивается и заработная плата. Но при этом увеличивается конкретно тариф, потому что тариф по Колдогову составляет 80%, ну, премия там 20%. Значит, обладала себя очень норма по поводу того, чтобы не снижать заработную плату. Как правило, работодатели, наш директорский корпус, работобзятели, я бы так их назвал, они очень охотно эту статью ведут, потому что, как бы, к чему не обязывает, потом начинают понимать, чего к чему, что нельзя там расценки снизить, нельзя тариф снизить, нельзя взять и всех перевести на премиальную систему, потому что премиальная система – это кнутая, ненадежная. Вот, как бы, такое дело. Поэтому, я думаю, что по Колдоговорам вообще есть смысл нам, по рамках сайта «Профсоюз защиты в интернет» обновлять нашу хроническую колдоговору, всем, у кого есть, так сказать, документы электронной версии, их на сайт направить, ну и в это направление работать. Спасибо. Товарищи, вопрос, я просто специально не задавал, не говорю, чтобы вы задавали, потому что Олег Васильевич будет еще выступать по второму вопросу, он основной докладчик, после доклада вы уже ему зададите любые всякие вопросы, касающиеся его деятельности, значит, как депутата в Государственной Думе. Олег Васильевич, вас просят в церемонии. Вы председатель, я вам председатель. Слово предоставляется Николаеву. Представьтесь. Николаев Александр Николаевич, зампредседателя «Профсоюза защиты», организация «ГАУС Менеджмент», такое вот название, проще говоря, гостиница «Россия Москва». Ну, зашупрованка. «ГАУС Менеджмент» – это организация, которая обслуживает гостиницу «Россия». Я был, вот Ирина выступала тут, все правильно говорила, обзор по всем заводам, большую работу проделала. Получается, вот просматривается некоторая такая картина, что на многих организациях нет вообще никакого профсоюза, просто его фактически нет. Вот так оказалось то же самое у нас в гостинице «Россия». Когда я пришел туда работать, никакого профсоюза не было вообще. Я спрашивал там, вот у нас нет. Мы вышли все из профсоюза. Причем начальство уговаривало не выходить рабочего. Рабочие вышли. Все. Значит, начали переходить, ну, как обычно, два года отработала малая структура, чтобы ей поменять статус, она название меняет и другое название переходит. Вот мы тоже самое прошли эту процедуру, и когда людям начали говорить, «Ребята, вы получите конверты, деньги». То есть все зашумели как-то в конвертах, ну, там, тысячу обещали, а все остальное в конвертах. Вот. Вот в этот момент мне удалось фактически поговорить с людьми и создать профсоюз. Вот. Создали профсоюз. Естественно, отбили вот это вот положение. У нас сейчас четко прописана ставка, четко прописано, сколько мы за ночные получаем у нас. Работа суточная. Это электромеханики, лифтов, гостиницы «Россия». Вот. Все это у нас просчитано. Мы добились этого сделать. Теперь вторая задача у нас – создание коллективного, подписание коллективного договора. Теперь новая администрация, она не знает, она начинает выдумывать различные положения без всякого, с потолка берет и выдумывает. Поэтому сейчас тоже ребята готовы и, наверное, будем отстаивать и заключать с администрацией коллективный договор. Потому что без этого уже фактически работать тяжеловато. Любой, я, допустим, пример приведу, отпуск один месяц отработал, должны мне отпуск дать по закону. Значит, две недели отгулял, а две недели оставил, думаю, погуляю в следующем году. Беру окол, а у тебя ничего нет. То есть пропало все. То есть вот этот вот момент – это не прописано ничего. Надо это все, естественно, прописывать коллективным договором. Так что я выступаю вот как раз за это. Ну, мое выступление, в общем-то, вкратце. Я не буду много занимать времени, потому что больше скажут специалисты, чем я, так сказать, который только начинает эту работу. Интересно, конечно. Я бы хотел только застрить другое внимание, товарищи, на создание профсоюзов, защиты. Именно рабочих профсоюзов. Сейчас во многих организациях, частных организациях, ООО, ООО, нет вообще никаких профсоюзов. А люди хотят создавать, есть такая, защитить себя, люди уже понимают, что нам не защищать. Вот я обращаюсь к вам, чтобы вы тоже подумали об этом и работали в этом направлении. Значит, ну вот, все, вкратце мое выступление. Сколько членов профсоюза? 29 человек, это фактически у нас 53 человека, это у нас 50% больше. То есть у нас, причем, электромеханики лифтов, то есть те люди, которые зависят, выключил лифт, включил. Норматив так, у нас 15 минут на освобождение человека из лифта. Если 15 минут не освободил, значит, она как? Понятно. Сам членов профсоюзов, скажите. Спасибо. Слово представления Центракова. Представьтесь. Я хотел бы к той проблеме, которая обсуждается, подойти совсем с другой стороны. Я бы сказал, с академичем. Вот в последний раз кодекс принимался трудовой. В 1971 году, если не считать последовательно. После этого, в 1971 года, обычно, как выступали с колл договорами, те, у кого они есть, Сергей Петрович говорит, что 5-10% предприятий имеют колл договора. А те, у кого есть, так сказать, брали, перерисовывали, добавляли, исправляли. И то, что происходило с кодексом, то же самое происходило и с коллективными договорами. Они как бы так вот плавно переходили коллективный договор на следующий год. И, похоже, вот большинство профсоюзных организаций в этом году, хотя ситуация в корне изменилась, в этой ситуации не были еще никто из нынешних профсоюзных работников, потому что в 1971 году они не были профсоюзными работниками. Но они хотят, вот, думают, что можно так же проехать, кончать, вот что-то добавить, исправить, получится что-то. А так, скорее всего, нормальным образом не получится. И на этой почве, возможно, всякие неприятности. Это во-первых. Во-вторых, а я уже говорил, что хочу подойти к академической стороне. С академической стороны, вот, мне приходится иметь дело с аспирантом, который пишет кандидатские диссертации. Вот, я думаю, что, если поставить вопрос, что сложнее, написать кандидатскую диссертацию или составить хороший коллективный договор? Я думаю, что тут не скажешь, что кандидатскую диссертацию написать сложнее. Не скажешь, что кандидатскую диссертацию, я дал и написал. Там, или как говорят, почему хорошие кандидатские диссертации и плохие докторские. Потому что кандидатские диссертации пишут доктора, может, руководители. А докторские пишут кандидатские диссертации. Ну, наверное, может, выдающийся, во-первых, человек, раз. Во-вторых, очень тесно связанный с коллективом. И, во-вторых, то, что он может сначала написать, это все-таки проект. Он должен очень широко обсуждать его в коллективе для того, чтобы учесть именно то, что сделает этот проект коллективного договора не проектом этого одного человека, а проектом данного коллектива. Тем более, по законодательству, коллективный договор, он как бы выходит за рамки. Даже самого большого профсоюза, и должен быть проектом трудового коллектива. Как в этом случае? Я, например, с кандидатами будущими разговариваю так. Когда вас защита? Как защита? Я сейчас не писал. Защита вас, когда известен срок окончания аспирантуры. Как здесь известно, что с 1 января надо иметь готовые, хорошие коллективные договора. А что может получить? Вот идут переговоры. Мы надеемся, как всегда, на русский август. Значит, начнутся переговоры с 1 октября. Но переговоры, если не принесешь хорошим коллективным договором, то есть с плохого ничего хорошего и не получится по окончанию этих переговоров. Третий месяц пролетят, не заметят. Так, причем будет перетягивание каната, что обычно бывает на переговорах. Ухудшение того проекта, ухудшение того проекта, который был взят первоначальник. Но это не так. Не только там. Лучше, но уж вряд ли он станет. Потому что там начинаются компромиссы между администрацией и работниками. Работник не хотят одного, а администрация другого. И получается вот такой идея. Следовательно, какой выход? Значит, надо максимально к началу переговоров иметь очень хороший проект. Который не просто обсужден и представляет собой интересный документ. А документ, за который готов выступать коллектив. А когда он готов выступать? Когда это его проект? А когда он будет его? А когда он будет у всех на руках? У всех на руках. То есть, так сказать, во всем предприятии широчайше должно пройти обсуждение. Не только там в целом, в цехах, но и в подразделениях. Я вот считаю совершенно правильно. Сделали докеры, что они вручили проект коллективного договора. Каждому работнику предприятия, включая всех рабочих, всех ЭТР и всех представителей администрации. Потому что всех в этом коллективном договоре по имени. Он завязан. Если человек получил его, он может не читать. Но он не может сказать, что я не знаю, что это такое. Не знаю, как с ним. Мы тебе давали. Мы тебе давали, вручали, обсуждали. И нужно всякие формы еще использовать для того, чтобы люди пообсуждали и начали бы вносить хотя бы маленькие замечания. Ну и ты не можешь написать коллективного договора. Ты можешь страницу написать? Не могу. Можешь полстраницы написать? Не могу. Строчку можешь написать? Не могу. Но можешь ты сказать, я запишу за тобой. То есть так, чтобы каждый человек в той или иной степени участвовал. Вот, скажем, мы все равняемся на профсоюз Докеров в этом плане, на его организацию в Санкт-Петербургском морском порту. Вот, можно сказать, председатель портового комитета, профессионал, освободенный работник, профсоюзный. Он пишет в сердцах в своей статье, в свецвыпуске Докер, что я считаю, что участие в составлении коллективного договора должно быть не просто правым, и не только правым, должно быть обязанностью работника, следом профсоюза. Обязанностью. Потому что иначе, вот так сказать, профессионалы, профсоюзные работники, освобожденные, которые как бойцы пошли воевать с администрацией, не видят поддержки. Не видят, не чувствуют и не смогут добиться этого. Тем более, они должны быть уверены, что если вдруг по окончании переговоров будет составлен протокол разногласий, и этот протокол разногласий будет констатировать, что никакие хорошие и замечательные предложения не прошли, и хороший коллективный договор не получается, и он весь выпал, так сказать, в протокол разногласий, то, наверное, в протоколе разногласий должен оказаться такой хороший коллективный договор, что за него коллектив готов вступить в коллективный трудовой спор. А если это будет спор по какой-то ерунде, по мелочам, и желание поспорить с администрацией, и, как говорится, подраться, то я думаю, что никому это не нужно, и всерьез в такой коллективный договор вступать не может. Вот почему, что из этого следует, какие сроки. Значит, надо так, если, скажем, за три месяца до конца года, давайте считать, это вот последнее, что мы должны делать, чтобы он, так сказать, уже формально провалился в переговоры, то, наверное, по окончании переговоров нужно его дооформить, нужно ведь все это вписать, нужно все эти, как говорится, заключительные операции провести, то есть вообще говоря, 1 декабря должен быть подписан договор, который вступает в силу с 1 января. А чтобы он с 1 декабря был подписан, значит, должен пройти ноябрь, я назад считаю, ноябрь и сентябрь. Значит, 1 сентября вся работа над договором должна быть закончена. И она должна быть закончена 1 сентября над проектом, над проектом пройти на договор. Значит, я думаю, что обсуждение должно быть закончено еще месяц раньше, потому что после обсуждения месяц нужно на учет всех замечаний, на включение их текст, и оформление этого дела. Значит, для того, чтобы мы это могли проделать, значит, считайте, что 1 июля обсуждение должно быть завершено. Вообще говоря, большое обсуждение на Большом заводе, с учетом всех замечаний, меньше, чем 3 месяца, я думаю, на мой взгляд. Может быть, меня поправят, товарищи более опытные и поднатаревшие в профсоюзной работе. Но если очень много этому посвятить и стараться, то, скажем, быстрее, чем за 3 месяца не провести, отсчитываю назад, июль, июль, май, сейчас у нас что? Добреет. Значит, вот он должен быть сейчас, вот тот коллективный договор, уже распечатанный по числу членов коллектива, распечатанный уже, и в котором было бы написано в предисловии, что профсоюзный комитет или профсоюзная организация с учетом всех предложений, инициативных групп, инициативных проектов и так далее, эту работу закончила, предлагает и пускает в службе. То есть я хочу сказать, что мы, товарищи, это относится, я думаю, не к каким-то конкретным просто профсоюзным организациям, а к огромному, к сожалению, большинству профсоюзных организаций России, к огромному большинству коллективов, что мы опаздываем. А есть такое понятие успех. Успех означает, что вы можете ту же самую силу иметь, те же самые способности, те же самые знания, тот же самый талант, если вы позже выступили в поход, и опоздали. То есть вы все собрали, и ничего не забыли. Пришли на две минуты позже поезда, а поезд ушел. И вот тут ваши эти две минуты очень большую роль могут сыграть, негативные. Вот в этом деле, сегодня, у нас же все в этом, у нас такого никогда не было, чтобы вот были эти жесткие сроки. Ну вот докеры там как-то себя, как всегда, застраховали. Они такие вот переговоры ведут, которые неофициальные. У них как бы есть переговоры, и в то же время нет переговоров. И так они убедили, я знаю, как они делали, они быстренько составили коллективный договор, к ним вообще нельзя было подойти, три месяца. И вот товарищ Федокер, здесь присутствующий, вышел сейчас из подполья, скрывался в подполье, там где-то в лесах, и писал коллективный договор. Потом они сами все в леса уехали, весь актив, друг другу доказывали, какой должен быть коллективный договор, все сделали, все обсудили, приняли, и молчат. А потом пишут в очередном выпуске Докера, что договор дороже денег, у нас есть хороший старый договор, надо его и выполнять. Не надо никаких новых договоров, но на всякий случай, на всякий случай, у нас есть, конечно, новый проект коллективного договора, у нас есть такое мощное оружие, но мы не будем его пускать в ход. Не будем. Если администрация не хочет начинать, то и мы не будем начинать, не будем начинать. Вот они до завозничества резину дотянули, То есть, что уже генеральный директор пишет, да вообще-то неплохо бы составить базовый коллективный договор. Они пасли, значит, в эту самую статью газету Докер, передовая, идет генеральный директор, надо составить базовый коллективный договор. Ну, что делать, значит? А потом, похватились, составить-то составить, начнутся переговоры, а переговоры-то через три месяца закончатся, а переговоры-то будут непростые, они же знают, с кем переговариваются. Будут там ребята тертые. А через три месяца, значит, надо будет начинать коллективный договор спор, а он им совсем никому не нужен. Потому что если будет то, что не отвечает интересам докеров, они точно начнут с коллективным трудовольствием, они в этом никто не сомневается. Абсолютно никто не сомневается. Ни докеры, ни администрация, потому что и в суды на них подавали, и докеры в прошлом году все суды выиграли. До одного. Городской, и районный, и верховный. Поэтому у желающих туда тоже подавать нет, со стороны администрации. Ну поэтому там идет тихая, мирная, дружная такая работа и так далее. Но это они вот так вот все сделали. Я думаю, что такой благоприятной ситуации, связанной с неблагоприятными условиями предыдущего времени у других и нет. Поэтому здесь благоприятное условие может одно, как можно быстрее это начать. А написать хороший договор очень тонко. Поэтому я бы призвал всех не откладывать. Не откладывать, бегом-бегом писать. Я поэтому вот считаю, что Василий Иванович Шишкалев совершил подвиг. Потому что если бы он это не написал, ну вот у кого поднялось бы, поднялся бы голос сказать, что ну что же вы не написали. Ну можно и не написать. Потому что Калитина говорит о том, что можно и не сделать. Или, скажем, если бы Владимир Михайлович не сделал. Он хорошо сделал и участвовал. Хоть он и страдает насчет того, что он вот три месяца жизни отдал, но неизвестно, отдал или приобрел. Потому что вот сегодня очень интересный его услуг. Я вообще не завидую администрации, так сказать, теперь полемику с ним. Конечно, человек набрался опыта. А где можно опыта набраться? Только в большой, серьезной борьбе. Когда решаешь большую, серьезную задачу. Потому что человек разворачивается только при решении огромной, крупной задачи. Великой. Вот когда он представитель коллектива, а когда он, значит, просто занимается полемикой, или плохой там, или просто опытируется с администрацией, ну подумаешь, мы уже все опытируются, научились. Администрация даже нравится, когда вот здесь демократизм такой. А у меня любой рабочий может назвать как угодно, а у меня 60% акции этого завода. Вот так вы и разделили. А я ему какой хочу заклад, за хуй заплатил. А вы можете как угодно меня и назвать после этого. Пойдете домой кушать, а кушать-то и нечего. Так что тут в эту демократию уже научились наши сны и не хозяева играть. И я думаю, что этим уже никого не удивишь. А вот что такое коллективный договор? Это развернутое выражение интересов трудового коллектива. А если мы сумму трудовых, вот таких коллективных договоров возьмем по стране, это будет развернутое выражение интересов рабочего класса России. И вот, по-моему, наступил такой момент, когда надо вам сказать на заседание Российского комитета рабочего. А сейчас рабочий класс России при помощи тех представителей преимущественного труда, которые не предали рабочий класс и не пошли на заработки, потому что сейчас можно заработать очень много. Вернее, много заработать нельзя, а получить можно много. Вот такой момент, когда рабочий класс России в лице своих самых лучших, самых талантливых, самых выдающихся представителей занимается выражением коренного содержания своих экономических интересов. Если это ему удастся, народ может подняться на борьбу за эти интересы. Если эти интересы не выражены, никогда народ просто так, зачем угодно, не пойдет. И просто так, он уже много раз поднимался, поэтому он пойдет только тогда, когда он увидит, что, да, действительно его товарищи выразили его и ближайшие, и дальнейшие нужды. И всерьез, и на длительный период. Вот мы должны понимать, какую вообще сложную и выдающуюся задачу мы решаем. Хотя сводится она к неприятной такой задаче. День бумаги выбирать, замечание собирать, складывать их, анализировать и дальше интелировать. Спасибо. Товарищи, нам надо посоветоваться. Выступающие, кто записался, 10 человек уже выступило. Записанных уже больше нет. Значит, резолюции по первому вопросу по редакционной рекоменции есть? Заключительное слово надо, пожалуйста. Заключительное слово. Пожалуйста. Первый вопрос, и главный второй. В порядке. Ну, веку, это главное сначала. Когда? В конце первого. В конце первого. Ваше вообще? Ваше. В обратном порядке. Товарищи, я что хочу сказать, как садопладчик. Значит, то обсуждение первого вопроса, которое здесь произошло, оно было очень полезным, очень плодотворным, я считаю, и очень серьезным. Мы не ограничивали выступающих временем. Они выступили, высказались. Все, что они имеют по опыту борьбы за коллективные договора. Значит, я выступал в основном, значит, задача моя была, я выступал по коллективному договору, который был представлен на заводе Красной Сормова, значит, инициативной группой рабочей от цеха МС-1. Ну, значит, у нас с этим проектом коллективного договора не сошлись мнения с правкомом завода. Да, значит, я говорю, что как было дело, что мы сошлись у нас. Ну, значит, мы народ такой крепкий в этом отношении, значит, мы будем работу эту вести. И я думаю, что мы с правкомом завода Красной Сормова будем контачить, будем сотрудничать, значит, и они повернутся к нам лицом. Значит, я уже сказал, и это будет, мы будем проводить. Удастся собрание в цехе провести, в цехе проведем. Удастся на участке на отдельном, на участке проведем. В бригаде будем проводить в бригаде. То есть вот нам очень важно, чтобы до большего числа работников завода вот именно дошли идеи, предложения нашего проекта коллективного договора, разработанного вот нашей инициативной группой. Цех МС-1, где я работаю и где эта рабочая группа работает, он на своем собрании единогласно принял этот проект, значит, нового коллективного договора и просил, обратился к другим цехам и подразделениям завода, чтобы они тоже занялись этой работой и поддержали бы нашу инициативу цеха МС-1. Вот что я хотел сказать. Я хочу сказать, что то, с чего начинались наши Дмитрием Васильевичем все доклады, то, о чем мы говорили, я внимательно слушал затем выступления. То есть вот те выводы, которые мы на практике сделали, которые я изложил, они подтверждаются всеми выступлениями. То есть вот перед нами только что очень развернуто Михаил Васильевич рассказывал о той важности подготовительной работы на период еще до проекта, во время проекта и перед подготовкой проекта. Да, мы говорили о том, какое значение большое имеет коллективный договор сам по себе в связи с изменением трудового законодательства. Мы подробно останавливались на том, каково должно быть содержание коллективного договора, и что структура намечаемых проектов коллективного договора не случайна. Мы говорили о том, что коллектив должен участвовать на всех этапах и очень подробно обсуждать весь процесс и подготовки, и принятия проекта профсоюзом, и переговоров, и затем борьбы за принятие коллективного договора. И, возможно, чаще всего так и бывает, борьбы за окончательное наполнение коллективного договора. Значит, из выступления Дмитрия Васильевича и Михаил Кузьмича тоже затронули один момент такой, я в своем выступлении его не отражал, то есть, казалось бы, как само собой разумеющийся, это частный вопрос, но существенный. Стоит ли в коллективном договоре отражать уже законодательно закрепленные моменты? Значит, во-первых, ответ наш практически такой очень даже стоит, и более того, это надо делать достаточно аккуратно. То есть, не рекомендуем мы записывать так, что работодатель обязуется соблюдать 33-ю статью в ЗОП. Лучше переписать эту 33-ю статью в ЗОП и оставить ее так, как она есть, чтобы потом, когда появилась 77-я статья ТК, она не перекрыла эту 33-ю статью в ЗОП. Значит, в довершение ко всему я еще раз хочу сказать, что я был буквально перед тем, как прибыть на заседание Российского комитета рабочих, я был на семинаре, который проводил Минтруд организован. Там было объявлено, что по указанию президента был принят новый закон о технических регламентах. И вот я как юрист, я просто о нем даже не знал, пока на нем не сосредоточил внимания, и мне стыдно за это, потому что объявили о следующем. В течение, в соответствии с этим законом, который вступает в силу с 1 июля этого года, в течение 7 лет будут отменены все ГОСТы, все САНПИНы, все санитарные правила, и заменены другими документами, которые не будут являться обязательными. То есть это переворот вообще во всей системе и в открытую на этом семинаре, присутствие очень многих представителей практически всех регионов России, было заявлено о том, что разработчики этого закона подготовили огромный пакет изменений в Трудовой кодекс. Вот это лишнее доказательство того, что нам необходимо коррективный договор наполнять и очень аккуратно его наполнять. То есть переписывать нормы законодательства, но это без ссылки на пункты. Иначе они будут по возможности, как обычно это делать, чуть-чуть что-то улучшить, достаточно сильно что-то ухудшить. Таково стремление известного класса, который затем правительство будет проводить в жизни. Мы к этому должны быть готовы заранее, заблаговременно, чем мы сейчас все и занимаемся. Спасибо большое за такое участие и внимание в темном договоре. Какое будет предложение на дальнейшем? Проверили? Пожалуйста. Продукционная комиссия предлагает системное постановление. Постановление Российского комитета рабочих о работе профсоюзных организаций по составлению и заключению коллективных договоров на предприятиях в современных условиях, созданных приятелем Нового Трудового кодекса, Российский комитет рабочих констатирует. Лучший результат для работников при заключении коллективного договора, полученный на предприятиях, где в составлении проекта коллективного договора на инициативных началах участвовало большее число работников. Исходя из этого, Российский комитет рабочих считает необходимым участие всех рабочих в составлении коллективного договора и участие в переговорах по его заключению в виде организованной поддержки своих представителей в комиссии. Российский комитет рабочих призывает всех членов профсоюза, всех работников участвовать в составлении и заключении коллективных договоров на своих предприятиях, рассматривая это не только как право, но и как обязанность, без исполнения которой дадится заключение хорошего коллективного договора невозможно. Товарищи рабочие, участвуйте в составлении и заключении своих коллективных договоров. Так, какие будут предложения по данному постановлению? Постановление? Постановление? Постановление. Заскорбеется, приятного аппетита резолюции. Если мы заословим вас, принесли, принесли. Да. Приготовьте мандаты. А другие предложения есть? Нет? Одно предложение поступило. Принять за основу. Кто за то, чтобы данное постановление российского комитета рабочих по данному вопросу принять за основу? Прошу проголосовать. Против нет выдержавшихся лиц. Значит, как поступим? Как обычно мы работаем, да? Да, я думаю, что целесообразно за основу приняли, так какие-то мысли возникнут. То есть принимать будем завтра окончательно. Значит, какие-то поправки, пожалуйста, в редакционную комиссию. Значит, комната 310 гостиницы. Или здесь, или комната 310. Ну, у кого возникли какие-то вопросы? Это бывает у нас, это обычная наша практика. Да. А то у нас бывало, что приняли в первый день, а во второй день начинается все сначала. Все начинается сначала. И было такое у нас? Спасибо. Значит, вопрос. Первый вопрос по линии дня. От заключения коллективных договоров в условиях действия нового трудового кодекса закончен. От заключения коллективных договоров в условиях действия нового трудового кодекса.